Правда, чувство, которое герцог Германский испытывал то к той, то к другой, рано или поздно вновь давало о себе знать. Прежде всего, это чувство перед смертью завещало их, как прекрасные мраморные статуи, статуи прекрасной для герцога, ставшего в известной мере художником, потому что он любил их, и ценившего теперь красоту линий, которые, не любя, он бы не оценил. Салон у герцогини, где они выставляли свои формы, долгое время одна с другой враждовавшие, снедаемые ревностью, ссорившиеся и, наконец, зажившие в дружбе, мире и согласии. И эта дружба порождалась любовью к ним герцога Германского, дававшей ему возможность разглядеть у своих любовниц достоинства, существующие у каждого человека, но распознаваемые только сладострастием. В силу чего бывшая любовница, превратившаяся в чудного товарища, который готов помочь нам во всем, переходит на амплуа врача или отца, на самом же деле, не врача и не отца, а друга дома. Но на первых порах женщина, которую герцог бросал, жаловалась, устраивала сцены, делалась требовательной, надоедливой, бесцеремонной. Герцога она начинала злить. Вот тут-то герцогине Германской удавалось выяснить, какие недостатки действительно есть у досаждающей особы и какие ей только приписываются. Известная своей отзывчивостью, герцогине Германская безропотно выслушивала по телефону прерываемые рыданиями признания покинутой, а немного погодя, прохаживалась на ее счет вместе со своим мужем, потом кое с кем из близких друзей. Полагаю, что участие, которое она проявила к несчастной женщине, дает ей право посмеиваться над ней даже в ее присутствии, о чем бы она ни говорила, лишь бы ее слова не расходились с тем смешным видом, в каком герцог и герцогиня с недавних пор ее выставляли. Ариана, не стесняясь, обменивалась с мужем на смешливо многозначительными взглядами. Между тем, принцесса Пармская, садясь за стол, вспомнила, что ей хотелось пригласить в оперу принцессу де Декур. И тут она с целью выяснить, не будет ли это неприятно герцогине Германской, решила позондировать почву. В этот момент вошел граф де Груши. Поезд, которым он ехал, из-за крушения другого поезда на час опоздал. Граф долго извинялся. Если бы его жена была урожденная Курвазье, она сгорела бы со стыда. Но графиня де Груши была германт кость от кости. Когда ее муж извинялся за опоздание, она заметила, «Опаздывайте за пустяков в традициях вашей семьи, это мне хорошо известно». «Садитесь, Груши, есть из-за чего расстраиваться», — сказал герцог. «Хоть я иду в ногу с временем, все-таки я не могу не признать, что в битве под Ватерлоу есть и своя хорошая сторона. Мало того, что благодаря этой битве произошла реставрация бурбонов. Она привела их к власти таким путем, который сделал их непопулярными. Но вы, оказывается, настоящий немврот». Немврот в библейской традиции основатель Вавилонского царства прославился как искусный охотник. «Да, правда, я привез отменную дичь. С позволения герцогини завтра я пришлю ей десяток фазанов». В глаза герцогини германской мелькнула какая-то мысль. Она обратилась к графу де Груши с настойчивой просьбой не присылать ей фазанов. Она подозвала лакея жениха, с которым я поговорил, выйдя из зала, где висели картины Элистира. «Пулен», — сказала она, — «сходите завтра за фазанами к его сиятельству Груши». «Вы разрешите мне поделиться? Нам с Базеном десять фазанов не съесть». «Можно и послезавтра», — ответил граф де Груши. «Нет, лучше завтра», — возразила герцогиня. «Пулен побледнел. Значит, свидание с невестой не состоится. Зато герцогиня была удовлетворена. Ей хотелось, чтобы все видели, какая она добрая». «Завтра у вас свободный день», — сказала она Пулену. «Но вы поменяйтесь с Жоржем. Я отпущу его завтра, а послезавтра он заменит вас». «Но послезавтра занята невеста Пулена». «Пулену все равно отпустят его в этот день или нет». Когда Пулен вышел, все стали хвалить герцогиню за хорошее отношение к слугам. «Просто я поступаю с ними так, как я бы хотела, чтобы поступали со мной». «Вот именно! Как же им не дорожить таким чудным местом?» «Ну, не такое уж оно чудное. Но я думаю, что они меня любят». «Как раз Пулен меня слегка раздражает. Он влюблен и по этому случаю напускает на себя меланхолию». Тут вернулся Пулен. «А ведь и в самом деле, — заметил граф да груши, — что-то он нос повесил. С ними надо быть добрым, но только не чересчур». «Я хозяйка нестрогая. Он сходит к вам за фазанами, а потом весь день просидит, сложа руки, и съест то, что придется на его долю». «Многие с радостью пошли бы на его место», — сказал граф да груши. «Как известно, зависть слепа». «Ариана», — сказала принцесса Пармская. «На днях у меня была ваша родственница, Эдикур. Сразу видно, что она необыкновенно умна. Она из рода германтов, этим все сказано. Но, кажется, у нее злой язык». Герцог посмотрел на жену долгим взглядом, в котором читалось притворное изумление. Герцогиня германская засмеялась. Наконец, принцесса перехватила взгляд герцога. «А разве вы со мной не согласны?» — с тревогой в голосе спросила она. «Вы, принцесса, из любезности уделяете слишком много внимания выражению Льбазена. Перестаньте, Базен! У вас такой вид, как будто вы плохо думаете о наших родственниках». «По его мнению, она очень злая?» — живо спросила принцесса. «Да нет же», — возразила герцогиня. «Не знаю, кто мог сказать вашему высочеству, что у нее злой язык. Напротив, это добрейшее существо. Она никогда ни о ком дурного слова не сказала и никому не сделала зла». «Ах, вот оно что!» — облегченно воскликнула принцесса Пармская. «Я тоже никогда за ней этого не замечала. Но ведь людям большого ума трудно бывает удержаться от острого словца». «Ну, положим, ума у нее еще меньше, чем злости». «Меньше ума?» — с изумлением переспросила принцесса. «Ах, Ариана!» — жалобным тоном заговорил герцог, бросая то туда, то сюда озорной взгляд. «Вы же слышали. Принцесса сказала, что эта женщина необыкновенная». «Разве нет?» «М-м-м, во всяком случае, эта женщина необыкновенной толщины». «Не слушайте его, принцесса. Он говорит не то, что думает. Она глупа, как все равно пробка. Громким и хриплым голосом проговорила герцогиня. Она умела дать почувствовать старую Францию еще лучше, чем герцог, если он к этому не стремился. Ей часто хотелось, чтобы от нее веяло этим духом. Но в отличие от стилизованной манеры герцога, словно щеголявшего в кружевном жабо, она избирала в сущности гораздо более тонкий прием. Она употребляла почти крестьянские обороты речи, от которых исходил чудесный, терпкий запах земли. Но она изумительный человек. Да и потом, я даже не знаю, можно ли эдакую непроходимую глупость назвать глупостью. Я таких, как она, пожалуй, что я не встречала. Это случай клинический. В этом есть что-то ненормальное. Она блажененькая, слабоумная, дурочка. Таких нам показывают в мелодрамах. Вспомните также «Арлезианку». «Арлезианка», пьеса Альфонсо Доде, написанная в 1872 году. Знаменитую музыку к ней создал Безе. Я всегда задаю себе вопрос, когда она бывает у меня. А ну, как у нее сейчас проявится ум? И это всегда меня немножко пугает. Принцессу восхищали обороты речи, которыми пользовалась герцогиня, но она все еще не могла опомниться от ее вердикта. И она, и принцесса Депене пересказывали мне вашу остроту насчет язвения гордого. Чудно, — заметила принцесса. Герцог германский разъяснил мне, в чем соль этой остроты. Меня подмывало сказать ему, что я обещал его родственнику, уверявшему, будто он со мной незнаком, прийти к нему сегодня в 11 часов вечера. Но я не спросил Робера, можно ли кому-нибудь говорить о нашем свидании. А так как то, что мы с ним об этом почти твердо условились, противоречило его словам, сказанным герцогине, я решил, что деликатнее будет умолчать. — Язвений, гордый, это не дурно, — заметил герцог. — Но принцесса Дедикур, наверное, не привела вам более острого словца, который Ариана сказал ей в ответ на приглашение к завтраку. — Нет-нет, а что это за словцо? — Перестаньте, Базен! Ведь я же сказала глупость, и принцесса будет думать обо мне еще хуже, чем о моей пустоголовой родственнице. — Да, кстати, почему, собственно, я называю ее своей родственницей? — Это родственница Базена. Впрочем, она и со мной в отдаленном родстве. — Да ну что вы! — воскликнула принцесса Пармская, придя в ужас от одной мысли, что герцогиня Германская может показаться ей дурой. Против этого восставало все ее существо, ибо ничто не властно было низвергнуть герцогиню с той высоты восторга, на которой она стояла в глазах принцессы. — Мы уже лишили ее умственных способностей, между тем мое словцо посягает еще и на некоторые ее душевные свойства, а это уже негуманно. — Посягает, негуманно, как она хорошо говорит! — воскликнул герцог, сделанный насмешкой в голосе, чтобы все пришли от герцогини восторг. — Да будет вам, Базен, не издевайтесь над женой. — Надо вам сказать, — ваше королевское высочество, — продолжал герцог, — что родственница Арианы — женщина превосходная, добрая, толстая, все, что хотите, но она, как бы это выразиться, немотовка. — Да, я знаю, что она жадюга, — перебила его принцесса. — Я бы не позволил себе так о ней отозваться, но вы определили ее точно. Это сказывается на всем ее домашнем быту, в частности, на ее питании. Питается она отлично, но соблюдает умеренность. — Из-за этого даже происходят иногда довольно смешные случаи, — вмешался граф Дебрёте. — Так, например, милый Мобезен, я был у Эдикура в тот день, когда они ждали Ариану и вас. Приготовления в доме были самые пышные, как вдруг перед вечером лакей приносит телеграмму, в которой вы даете знать, что приехать не сможете. — А что же тут удивительного? — воскликнула герцогиня. Она недовольствовалась тем, что с трудом поддавалась на уговоры куда-нибудь пойти, и ей хотелось, чтобы об этом было известно всем. — Ваша родственница читает телеграмму. Телеграмма ее огорчает. Но она мигом берет себя в руки и, решив, что на такую неважную особу, как я, особенно тратиться не стоит, зовет лакей и говорит, — Скажите повару, чтобы он не жарил цыпленка. А вечером я слышал, как она спрашивала дворецкого. — Ну, а то, что осталось от вчерашнего Жаркова, что же вы не подаете? — А все-таки у нее в доме любят хорошо покушать, — сказал герцог, воображая, что это выражение придает ему сходство с прежним вельможей. — Другого дома, где бы так вкусно готовили, я просто не знаю. — И так мало, — вставила герцогиня. — Это очень полезно для здоровья. Такому, грубо выражаясь, мужичище, как я, больше и не нужно, — возразил герцог. — Встаешь из-за стола, не сыт, не голоден. В таком случае это лечебное питание. Стол не роскошный, а диетический. — Нет, он совсем не так хорош, — продолжала герцогиня. Она не любила, когда лучшей кухней в Париже признавали не ее кухню, а чью-нибудь еще. Моя родственница напоминает страдающих запором писателей, которые раз в пятнадцать лет высиживают однактную пьеску или сонет. Такие вещи называют маленькими шедеврами, драгоценными безделушечками, а их совершенно не выношу. Кухня у Зинаиды неплохая, но она могла бы быть лучше, если бы хозяйка была не такая оскаредная. Некоторые блюда ее повар готовит хорошо, а другие ему не удаются. Я попадала к ней, впрочем, это случается везде, на отвратительные ужины, но мне от них было не так плохо, как после ужинов в других домах. Ведь в конце-то концов для желудка вреднее количество, чем качество. Короче говоря, заключил герцог. Зинаида тащила Ариану к себе завтракать, а моя жена не любит часто ходить в гости, она отнекивалась, все выведывала, не заманивают ли ее хитростью, якобы на завтрак в интимном кругу, на какой-нибудь кутеж, и тщетно старалась выяснить, кого еще пригласили. — Приходи, приходи, — настаивала Зинаида, и расхваливала вкусные вещи, которыми она собиралась поподчивать ее. — Я уже заказала пюре из каштанов, но это еще не все, будет семь кусочков торта. — Семь кусочков торта? — воскликнула Ариана. — Значит, нас будет по крайней мере восемь человек. До сознания принцессы Пармской это дошло не сразу, но, поняв, она раскатилась своим громоподобным хохотом. — Ха-ха! Стало быть, нас будет восемь человек. Какая прелесть! Как это точно сформулировано, — сказала она, ценой наивысшего напряжения памяти, вспомнив выражение, которое употребляла принцесса де Пене, и которое в данном случае было уместнее. — Ариана, принцесса очень хорошо сказала, точно сформулировано. — Меня, мой друг, это не удивляет. Я знаю, что принцесса очень остроумно отозвалась герцогиня Германская. Слова, произнесенные кем-либо из высочеств в похвалу ее остроумию, доставляли ей видимое удовольствие. Я очень горжусь тем, что принцесса одобряет мое слабое умение излагать свои мысли, но только я не помню, чтобы я это говорила. А если и сказала, то чтобы польстить моей родственнице. Ведь если у нее было, так сказать, семь тортов, тортов уж, наверное, перевалило за десять. В это время викантесса Дерпажон, еще до ужина уверявшая меня, что ее тетка была бы счастлива показать мне свой замок в Нормандии, заговорила со мной через голову принца Агрегенского о том, что ей очень хочется, чтобы я приехал к ней в Кот-де-Ор, потому что только там, в Пон-Ле-Дюк, она чувствует, что она у себя дома. Вам будет интересно посмотреть архив замка. В нем собраны необыкновенно любопытные письма, которые писали друг другу самые замечательные люди 17, 18 и 19 веков. Мне там так хорошо. Я живу в прошлом, убежденно произнесла викантесса. Герцог Германский еще раньше говорил мне о ней, что она прекрасно знает литературу. У нее хранились все рукописи де Борнье, продолжала принцесса Пармская. Ей хотелось, чтобы общество поняло, что ее связывают с принцессой де Декур духовные интересы. Борнье Анри, 1825-1901 годы, французский драматург, автор пьесы «Дочь Роланда», написанной в 1875 году. — Воображаю, как она об этом мечтала. По-моему, она даже не была с ним знакома, — заметила герцогиня. — Переписка с людьми из разных стран очень много дает, — сказала викантесса Дарпажон. Она была в родстве с лучшими из герцогских фамилий, даже с царскими семьями, и была рада лишний раз об этом напомнить. — Нет, была Ариана, — не безумысла возразил герцог германский. — Помните ужин, во время которого вы сидели рядом с де Борнье? — Вы, Безен, хотите сказать, что я знала де Борнье? — перебила его герцогиня. — Конечно, знала. Он даже несколько раз приходил ко мне, но без зова. У меня не хватало духу пригласить его. После его ухода я каждый раз должна была все протирать формалином. — А тот ужин я прекрасно помню, но только это было вовсе не у Зинаиды. Она в глаза не видела де Борнье. И когда при ней говорят о дочери Роланда, то она, наверное, думает, что речь идет о принцессе Бонапарт, которую хотели выдать замуж за греческого короля. Нет, ужин был в австрийском посольстве. Речь идет о принцессе Бонапарт. По-видимому, имеется в виду одна из дочерей Ролана Бонапарта, 1858-1924 годы, внучатого племянника Наполеона I. Очаровательный Оио воображал, что доставляет мне удовольствие, сажая рядом со мной вонючего академика. Это все равно, что посадить эскадрон жандармов. Мне пришлось в течение всего ужина по возможности затыкать нос. Я втягивал в себя запах швейцарского сыра. Герцог Германский, достигший своей тайной цели, украдкой поглядывал на гостей, чтобы проверить, какое впечатление производит на них рассказ герцогини. В самом деле, письма имеют для меня особую прелесть, продолжала, несмотря на преграду, каковой являлась для нас голова принца Агрегенского дама, которая прекрасно знала литературу, и в замке, у которой хранились необычайно любопытные письма. Не кажется ли вам, что письма многих писателей выше всего их творчества? Вы не помните, как фамилия автора Соломбо? Я предпочел бы ничего не ответить ей, чтобы тем самым прекратить разговор, но почувствовал, что обижу принца Агрегенского. На его лице было написано, что он отлично знает, кто написал Соломбо, что он только из вежливости не лишает меня удовольствия ответить на ее вопрос, но что это стоит ему больших усилий. — Флобер, — наконец выговорил я, — но из-за того, что принц в эту минуту утвердительно кивнул головой, до того невнятно, что моей собеседнице могло послышаться «Польбер» или «Фюльбер», а эти имена мало что говорили ей. Словом, — продолжала она, — насколько же его письма интереснее и лучше его книг. Кроме того, когда читаешь его письма, то становится ясно, ведь он много раз повторяет, как трудно дается ему работа над книгой, что это не настоящий писатель, что призвания к литературе у него нет. — Вот вы и заговорили о переписке. — По-моему, письма Гамбетты изумительны, — молвила герцогиня Германская. Ей хотелось показать, что она не считает зазорным проявлять интерес к пролетарию и радикалу. Граф де Бреотте вполне оценил ее смелость. Он посмотрел вокруг умиленно и растроганно, затем протер свой монокрель. Гамбетта Леон. 1838-1882 годы. Французский политический деятель, сторонник республиканского строя. Его депеши во звании и письма публиковались в 1886-1891 годах. Гамбетта Леон. — Боже мой, дочь Роланды, это же скука смертная! Возвращаясь к де Борнье, воскликнул герцог Германский с удовлетворением человека, сознающего свое превосходство над пьесой, на представлении которой он готов был повеситься со скуки, а, быть может, с чувством «суаве мари магно», которое мы испытываем во время вкусного обеда, вспоминая такие ужасные вечера. Суаве мари магно. Начало первой строки второй книги «Лукреция» о природе вещей. Эти слова вошли в поговорку. «Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры, с твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого, не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны, но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко. А все-таки в ней есть несколько хороших стихов и патриотическое чувство. Я признался, что я отнюдь не в восторге от де Борнье. Вот как? Что же вам в нем не нравится? С любопытством спросил герцог. Он был убежден, что если мы о мужчине говорим плохо, значит, он нас чем-нибудь обидел, а если о женщине хорошо, значит, у нас с ней завязывается интрижка. У вас на него зуб? Что он вам сделал? Расскажите. Да ведь это же ясно. Раз вы его ругаете, значит, между вами пробежала черная кошка. Доча Роланда вещь растянутая, но все-таки от нее чем-то эдким веет. Веет — это очень верное слово в применении к такому пахучему автору. С насмешкой в голосе прервала мужа герцогиня Германская. Если наш милый мальчик когда-нибудь с ним встречался, то что же удивительного, если ему все еще чудится запах де Борнье? Должен вам признаться, обращаясь к принцессе Пармской, снова заговорил герцог, что если оставить в стороне дочь Роланда, я в литературе и даже в музыке человек до ужаса отсталый. Я люблю только старье. Вы не поверите, но когда моя жена садится вечером за рояль, я иной раз прошу ее сыграть что-нибудь старинное из Обера, Буэль-Дье, даже из Бетховена. Буэль-Дье, Франсуа Адриен, 1775-1834 годы, французский композитор, автор популярных в свое время комических опер «Багдадский халиф» и других. Таков мой вкус, а вот от музыки Вагнера меня сейчас же начинает клонить в сон. «Вы не правы», — возразила герцогиня Германская. «При всех своих невыносимых длиннотах Вагнер гениален, Лоенгрин — шедевр, даже в Тристане есть интересные места, а хор Прях из летучего голландца — это уже настоящее чудо. «Ну, а мы с тобой, Бабал, — обратился герцог графа де Бреоте, предпочитаем сей дивный уголок, как будто предназначен, чтоб люди знатные встречаться здесь могли, не правда ли, упоительно? И Фрадьяло, и волшебные флейты, и шале, и свадьба Фигара, и бриллиантовая корона. Вот это я понимаю музыка. Так же обстоит дело и с литературой. Я обожаю Бальзака, бал в со парижских магикан. Дорогой мой, вы собираетесь дать бой за Бальзака? Значит, сегодня это не кончится. Погодите, приберегите свой пыл до того вечера, когда у нас будет меме. Иметь такого соратника, на что же лучше? Он знает Бальзака наизусть. Герцог обозлился на жену за то, что она перебила его. И несколько мгновений держал ее под прицелом грозного молчания. Охотничьи его глаза напоминали два заряженных пистолета. Между тем, викантесса Дорпажон обменивалась мнениями с принцессой Пармской о стихотворной трагедии и еще о чем-то. Но я плохо слышал их разговор. И вдруг до меня явственно донеслись слова викантессы Дорпажон. О, тут вы совершенно правы. Я тоже считаю, что он показывает нам жизнь с уродливой стороны от того, что не отличает уродливого от прекрасного. Или вернее от того, что он дико тщеславен и воображает, будто чтобы он не изрек все прекрасно. Я согласен с вашим высочеством, что в этом стихотворении есть и смешные, и невразумительные, и безвкусные строки, что читать его так же трудно, как будто оно написано по-русски или по-китайски, только не по-французски. Но в конце концов вы все-таки убеждаетесь, что ваши усилия не пропали даром. Какая сила воображения! Из этой краткой речи, начала которой я не слышал, я понял не только то, что поэтам, неспособным отличить прекрасное от уродливого, она считала Виктора Гюго, но и то, что стихотворение, которое трудно понять, словно оно написано по-русски или по-китайски, ликует круг семьи, когда пред ним младенец, вещь, принадлежащая к раннему периоду творчества поэта, и, пожалуй, характерная скорее для Антуанетты Дезульер, чем для Виктора Гюго, создателя легенды веков. Виконтесса Дерпажон отнюдь не показалась мне смешной, но мой мысленный взор увидел ее, прежде чем кого-либо еще, за этим столь вечным, столь обыкновенным столом, за которым я испытал такое глубокое разочарование, мой мысленный взор увидел ее в кружевном чепчике с выбивающимися из-под него длинными локонами, как у госпожи Дермюза, у госпожи Дебройль, у госпожи Дессентолер, у всех этих изысканных женщин, которые в своих чудных письмах цитируют со знанием дела, и всегда кстати, Софокла, Шиллера и подражания Христу, но на которых первые стихотворения романтиков произвели такое же ужасающее впечатление, и которых они довели до такого же изнеможения, как мою бабушку, последние стихи Стефана Маларме. Викантесса Дерпажон очень любит поэзию, сказала герцогине германской, принцесса Пармская, на нее произвела впечатление зажигательная речь Викантессы. Но только она решительно ничего в ней не понимает. Воспользовавшись тем, что Викантесса Дерпажон громко заспорила с генералом де Батрейном и не могла слышать шепот герцогини, тихо сказала Ариана. Она полюбила литературу, после того, как возлюбленный ее бросил. «Имею честь доложить вашему высочеству, что мне в чужом перу похмелье, ведь она ко мне прибегает плакаться всякий раз, когда базен к ней не приходит, то есть почти каждый день. Ну, не я же виновата в том, что она ему надоела. Я не могу заставить его ходить к ней, хотя предпочла бы, чтобы он был по отношению к ней хоть немного постояннее, тогда мы бы с ней виделись реже. Ну, и мы с ней ужасно скучны, и в этом ничего удивительного нет. Человек она неплохой, но вы не можете себе представить, какая она скучная. Каждый день она доводит меня до головной боли, приходится принимать пирамидон. А все потому, что базену припала охота втайне от меня завести с ней шуры-муры, и тянулось это у них целый год. И при этом я еще должна держать лакея, который врезался в потаскушку и дуется на меня за то, что я не предлагаю этой юной особе покинуть на короткое время доходную панель и прийти ко мне чай пить. — Да, жизнь тяжела, — стомным видом заключила герцогиня. С веконтесой Дерпажон герцогу было скучно главным образом, потому что недавно у него появилась новая возлюбленная — маркиза де Сюржи-Ле-Дюк. А лакей, у которого отняли свободный день, как раз в эту минуту подавал на стол. Вид у него был все еще унылый, и при взгляде на него мне показалось, что думает он сейчас совсем о другом и потому так неловок. Ставя блюдо перед герцогом де Шаттеллеро, он несколько раз задел его локтем. Юный герцог нисколько не рассердился на покрасневшего лакея. Он посмотрел на него смеющимися голубыми глазами. Я решил, что раз неуклюжесть слуги смешит герцога, значит, герцог — человек добрый. Но герцог все похохатывал, и это навело меня на подозрение. А что, если незадача слуги вызывает у него злорадное чувство? — Знаете, моя дорогая, ведь вы нам ничего нового о Виктории Гюго не сказали, — обратилась герцогиня к виконтессе Дерпажон, только что бросивший на нее тревожный взгляд. Не воображайте, что вы нам его открыли. Что он талантлив, это известно всем. Отвратительные последние сборники стихов Виктора Гюго, например, «Легенды веков» названий других я не помню, но в осенних листьях, в песнях «Сумерек» все время чувствуется поэт, настоящий поэт. Даже в созерцаниях, добавила герцогиня, собеседники не смели с ней спорить, у них были для этого основания. Даже в созерцаниях есть еще прелестные вещи, но, откровенно говоря, дальше «Сумерек» я обычно заходить не отваживаюсь. И потом, в прекрасных стихах Виктора Гюго, а у него есть прекрасные стихи, нередко находишь мысли, и даже глубокие мысли. И хорошо чувствуя то, что она читает, используя все интенционные возможности для того, чтобы слушателем стала ясна грустная мысль поэта, вынеся ее за пределы своего голоса и устремив в нее задумчивый пленительный взор, герцогиня медленно произнесла, Ну вот хотя бы Скорбь Все равно, что плод На ветке слишком слабый Не даст ему творец Налиться и созреть Или вот это У мертвых Краток срок Они у нас в сердцах Скорее истлевают, Чем в глубине могил. Сложив тонко изогнутый рот со Скорбной складкой в горькую улыбку, герцогиня задержала на виконтессе Дарпажон задумчивый взгляд своих прекрасных светлых глаз. Мне начинало чудиться что-то родное в ее взгляде, равно как в ее голосе, таком негибком в своей однозвучности, таком терпком в своей сочности. Мне становилось ясно, что в ее глазах и в ее голосе много от комбре. Конечно, в той мрачитости, с какой ее голос по временам давал ощутить твердость почвы, скрывалось всякое и провинциальное происхождение этой ветви рода германтов, дольше других, не снимавшейся с места, более смелой, более дикой, более задиристой. И повадка людей благовоспитанных и умных, знающих, что хорошее воспитание проявляется не в том, чтобы цедить сквозь зубы. И дворянская черта охотнее водить компанию со своими крестьянами, чем с буржа. Короче, свойства, которые, благодаря тому, что герцогиня германская царила в своем кругу, ей легче было бы выставить на погляденье, сбросив с них все покровы. Должно быть, и у ее сестер, не таких умных, как она, вступивших в почти буржуазные браки, если только можно применить это выражение к супружеской жизни с худородными дворянами, зарывшимися в провинции или прозябавшими в Сен-Жермянском предместье. Сестер, которых она видеть не могла, был такой же голос, но они укоротили его, подправили, по мере возможности смягчили. Ведь редко, никто из нас имеет смелость быть оригинальным и не старается следовать прославленным образцам. Но Ариана была гораздо умнее, гораздо богаче, а главное, в гораздо большей моде, чем ее сестры. Еще будучи принцессой Делом, она добилась того, что принц Уэльский на все смотрел ее глазами, и она, поняв, что в ее неблагозвучном голосе есть своя прелесть, со смелостью, присущей оригинальной и пользующейся успехом женщин, сделала из него в свете то же, что в театре сделали из своих голосов Режан или Жанна Гранье. Разумеется, значение и талант этих двух артисток не идут ни в какое сравнение со значением и талантом герцогини германской. То есть нечто поразительное и своеобычное, тогда как, быть может, никому неведомые сестры Режан и Гранье постарались скрыть особенность своих голосов как недостаток. У герцогини германской была врожденная склонность многообразно проявлять свою вывезенную из разных мест оригинальность. А любимые писатели герцогини Мермея, Мейлак и Голеви развили в ней любовь к естественности, вкус к прозаичности, через которую она пришла к поэзии и чистой великосветской уживости воображения, благодаря которой она воссоздавала передо мной целые картины природы. К влиянию этих писателей присоединялась свойственная самой герцогини артистическая тонкость, помогавшая ей выбирать для большинства слов произношение наиболее соответствовавшее, как ей казалось, произношению Ильдефранса, произношению Шампани, а что касается словаря, то хотя она и уступала в этом отношении своей заловке Марсант, она пользовалась только чистым языком старых французских писателей. Когда вы уставали от яролаша и пестроты современного языка, то, хотя многого выразить она не могла, лучшим отдыхом была для вас речь герцогини германской, почти таким же, если вы оставались герцогиней неедине, и она суживала и очищала ее поток, какой доставляет вам старинная песня. Слушая тогда герцогиню германскую, глядя на нее, я видел заключенный в нескончаемом тихом полдне ее глаз голубоватый наклонный небосвод Ильдефранса или Шампани под таким же углом, как и в глазах Сен-Лу. Так, благодаря этим разным напластованиям, герцогине германской удавалось и воскресить дух стариннейшей французской аристократии, и воспроизвести то, как много позднее герцогиня Дебройль могла бы хвалить и бронить Виктора Гюго при июльской монархии, и, наконец, выразить страстную любовь к литературе, которую вдохнули в нее Мереме и Мейлак. Первый ее дар нравился мне больше, чем второй. Он щедрее вознаграждал за разочарование, постигшее меня во время путешествия и после прибытия в Сен-Жерменское предместие, такое непохожее на то, каким я его себе представлял. Хотя второй дар я все-таки предпочитал третьему. Германт герцогиня германская олицетворяла почти невольно. А вот ее пейронизм, ее пристрастие к дюма-сыну были надуманными и искусственными. Так как вкусы у нас с ней были разные, то герцогиня с точки зрения литературной обогащала меня, когда рассказывала о Сен-Жерменском предместе, а из ее суждений о литературе как никогда выпирала Сен-Жерменская глупость. Взволнованная стихами Гюго викантесса Дарпажон воскликнула «И святыни души тоже в прах превратились. Напишите это на моем вере», сказала она герцогу германскому. «Бедная женщина, мне жаль ее», сказала герцогиня принцесса Пармская. «Не жалейте ее, так ей и надо, но простите, что я говорю это вам, ведь она же его искренне любит». «Да ничего подобного, она на это не способна, она воображает, что любит, как воображает сейчас, что прочла стих из Виктора Гюго, тогда как это из Мюссе». «Знаете», с грустью в голосе продолжала герцогиня, «истинное чувство меня бы непременно тронуло». «Ну, вот вам пример. Вчера она закатила Базену невероятный скандал». «Вы, ваше высочество, можете подумать, что устроила она ему сцену, из-за того, что он ей изменяет, что он ее разлюбил. Ничуть не бывало». «Только из-за того, что он не хочет рекомендовать ее сыновей в Джокей Клоп». «Как вы полагаете, могла бы так поступить любящая женщина? Она на редкость бесчувственная. Вот что я вам скажу», напирая на слова, закончила герцогиня германская. Между тем у герцога от удовольствия заблестели глаза, когда его жена ни с того ни с сего заговорила о Виктории Гюго и прочла наизусть его стихи. Хотя герцогиня часто действовала ему на нервы, в такие минуты он ею гордился. Ариана человек действительно необыкновенный. Она может поддержать любой разговор, она все читала. Ведь не могла же она предвидеть, что сегодня речь зайдет о Виктории Гюго. О чем бы вы ни заговорили, она во все оружии, она не ударит в грязь лицом в споре с самыми образованными людьми. Я уверен, что молодой человек покорен ею. Давайте переменим разговор, предложила герцогиня германская. Тема-то уж больно щекотливая. «Я, наверное, кажусь вам старомодной», обратилась она ко мне. «В наше время любить мысли в поэзии, любить поэзию, в которой есть мысли, считается недостатком». «Это старомодно?» спросила принцесса Пармская с легким испугом, вызванным у нее этой новой волной, которой она не ожидала, хотя знала по опыту, что герцогиня германская в разговоре всегда приберегает для нее ряд упоительных потрясений, ощущение страха, от которого захватывает дух, здоровая усталость. После таких бесед она невольно думала, что хорошо бы принять ножную ванну, а потом пройтись быстрым шагом, чтобы вызвать реакцию организма. «По-моему, вы не правы, Ариана», заговорила госпожа Дебресак. «Я не ставлю в упрек Виктору Гюго, что у него есть мысли. Как раз наоборот. Я упрекаю его лишь в том, что он ищет мысли в области отвратительного. В сущности, это он приучил нас к уродливому в литературе. В жизни и так достаточно много мерзостей. Почему бы о них не забыть, когда мы читаем книгу? Тяжелое зрелище, от которого в жизни мы бы отвернулись, вот что привлекает внимание Виктора Гюго». «Но Виктор Гюго все же не так реалистичен, как Золя», спросила принцесса Пармская. При имени Золя ни один мускул не дрогнул в лице Дебо Трейна. Антидрейфусарство генерала сидело в нем так глубоко, что она даже и не пыталась заявить о себе. Благожелательное его молчание, когда затрагивали эту тему, умиляло людей, не знавших его, той же самую деликатностью, какую проявляет священник, избегающий напоминать вам об обязанностях христианина, финансист, старающийся не рекламировать свои предприятия, силач, который с вами вежлив и не пускает в ход кулаки. «Насколько мне известно, вы родственник адмирала Жюриена де ла Гравьера», сказала мне с видом человека осведомленного госпожа де Варамбон, статсдама принцессы Пармской, очень хорошая, но ограниченная женщина, которую когда-то рекомендовала принцессе мать герцога. До сих пор она ко мне не обращалась, и теперь, несмотря на уверение принцессы Пармской и моих возражений, мне так и не удалось убедить ее, что я ни с какой стороны не прихожусь родственникам адмиралу академику, и что я с ним даже не знаком. В упорстве, с каким статсдама принцессы Пармской настаивала на том, что я довожусь адмиралу племянником, было что-то до смешного пошлое. Но ошибка госпожи де Варамбон была ошибкой из ряду вон выходящей и глупой. А сколько допускается ошибок менее существенных, задушеванных, умышленных или невольных, значащихся под нашими именами в регистрационных карточках, которые заполняет свет? Помню, как приятель Германтов, которым очень хотелось со мной познакомиться, потом объяснил мне это тем, что я прекрасно знаю его родственницу Маркизу де Шозгро. Она очаровательна, она вас так любит, как я не доказывал, что это ошибка, что я не знаком с Маркизой де Шозгро, приятель Германтов моими доводами так и не проникся. Ну, значит, вы знакомы с ее сестрой, какая разница? Вы с ней встречались в Шотландии. В Шотландии я никогда не был, и для чистки совести попытался уверить в этом моего собеседника, но усилия мои оказались напрасными. О том, что мы с ней знакомы, сказала сама Маркиза де Шозгро. По всей вероятности, она была в этом действительно убеждена, потому что тут с самого начала вышло какое-то недоразумение. По крайней мере, при встречах она всегда со мной здоровалась. Мы с Маркизой де Шозгро вращались в одном обществе, поэтому мое скромниченье не имело смысла. Формально мое знакомство с сестрами де Шозгро являлось недоразумением, но в глазах света оно соответствовало моему положению в обществе, если только можно говорить о положении в обществе молодого человека, каким я был тогда. Словом, сколько бы ни были лиц не рассказывал про меня, мне же в глаза приятель Германтов, то представление, которое сложилось у него обо мне с точки зрения светской, не принижало и не возвышало меня. Короче говоря, это не относится к тем, кто сознательно разыгрывает комедию. Исполнять всегда одну и ту же роль скучно. Но скуки как не бывало, точно мы поднялись на подмостки, стоит другому действующему лицу составить она сложное представление, поверить, что мы дружны с незнакомой нам женщиной, и что познакомились мы с ней во время очаровательного путешествия, которого мы не совершали. Такого рода ошибки допускаются часто, и они даже приятны, если в них нет той непробиваемой закоснелости, как в той, что совершала и которую так и не признала до самой смерти, сколько я с ней не бился, бестолковая статсдама принцессы Пармской, навсегда утвердившаяся в мысли, что я родственник скучного адмирала Жюриена де ла Гравьера. Она умом не блещет, сказал мне герцог, и потом на нее вредно действует возлияние. Сдается мне, что она принесла некую жертву Бахусу. На самом деле госпожа де Варамбон кроме воды ничего не пила, но герцогу доставляло удовольствие вставлять свои любимые выражения. Золя нереалист, он поэт, сказала герцогиня германская. За последние годы она начиталась критических статей и постаралась согласовать их со своим вкусом. До сих пор принцессе Пармской была приятно умственная морская ванна. Ей нравилось, что ее подбрасывает на волнах, взбаламучиваемых нарочно для нее. Она полагала, что это необыкновенно полезно для ее здоровья и не оказывала сопротивления парадоксам, которые обрушивались на нее и влекли за собой. Но когда взметнулся вот этот самый высокий вал, принцесса подскочила от страха, что он ее опрокинет. Прерывающимся голосом, словно ей не хватало воздуха, она повторила «Золя поэт». Ну да, в восторге от этого припадка удушья со смехом отозвалась герцогиня. Обратите внимание, ваше высочество, как возвеличивает он все, к чему бы не прикоснулся. Вы мне на это возразите, что он касается только того, что приносит счастье. Но у него все принимает огромные размеры. Он создает навозный эпос. Это гомер, воспевающий выгребные ямы. Ему не хватает больших букв для словца камброна. Словцо камброна Имеется в виду эпизод битвы при Ватерлоо. Командовавший французской гвардией генерал Пьер Камброн 1770-1842 годы на предложение сдаться по одной версии ответил знаменитой фразой «Гвардия умирает, но не сдается», по другой «Площадным ругательством». Несмотря на переутомление, принцесса была счастлива, она чувствовала себя превосходно. Она не променяла бы даже на жизни в Шонбруне, единственное, что тешило ее тщеславие, дивные ужины у герцогини германской, действовавшие на нее животворно, благодаря большому количеству соли. «Он пишет его с большого», вскричала виконтесса Дерпажон, «Нет, душенька, я думаю, что с большого «г», ответила герцогиня германская, не утерпев, чтобы не обменяться с мужем насмешливым взглядом, которым они хотели сказать друг другу «Вот идиотка». «Да, кстати», сказала герцогиня, обратив на меня смеющийся ласковый взгляд. «Как хорошая хозяйка дома, она хотела блеснуть своими знаниями о художнике, которые особенно меня интересовал, и одновременно дать мне возможность показать мои знания. Кстати, продолжала она, обмахиваясь веером из перьев, с видом хозяйки, сознающей, что она исполнила долг гостеприимства, а чтобы исполнить его до конца, движением рукой. она приказала положить мне еще спаржи со взбитыми сливками. Кстати, если не ошибаюсь, Золя написал статью о художнике Эльстире. Вы только что смотрели его картины. Впрочем, мне у него только эти картины и нравятся, добавила она. На самом деле она терпеть не могла все творчество Эльстира, но если что-нибудь принадлежало ей, то это она находила бесподобным. Я спросил герцога германского, не знает ли он, кто этот господин в цилиндре, на картине, изображающей народное гулянье. Тот же, что и на висевшем рядом портрете, на котором он имел торжественный вид. Причем обе эти работы относились примерно к одному периоду, когда Эльстир был еще не вполне самостоятелен и не до конца освободился от влияния Мане. Ах ты господи, воскликнул герцог, я знаю, что он человек не безызвестный, в своей области не последний, но у меня ужасные памятные имена. Ведь вот же вертится у меня на языке как его, как его. Ну ладно, все равно не вспомню. Его фамилию вы узнаете у Свана. Никто иной, как он, насоветовал герцогине купить эти громадины, а моя жена чересчур деликатна, боится обидеть отказом. Между нами говоря, я уверен, что Сван всучил нам форменную мазню. Могу сказать вам одно. Этот господин по отношению к Эльстиру играет роль мецената. Он создал Эльстиру имя, заказывал ему картины, когда тот сидел без денег. В благодарность, если только это можно считать благодарностью, у каждого свой взгляд на вещи, Эльстир написал его расфранченным, и на этом портрете у мецената довольно смешной вид. Ваш кумир может быть кладезь учености, но он, вне всякого сомнения, не знает, в каких случаях надевают цилиндр. Среди всех этих простоволосых девок он похож на подвыпившего провинциального нотариуса. Ну, вы, как я вижу, без ума от этих картин. Если б я знал, что они вам так понравятся, я бы всех подряд выпотрошил, чтобы вам поточнее ответить. А, впрочем, из-за живописи Эльстира не стоит ломать себе голову. Это не источник Энгра и не дети Эдуарда Поля Делароша. Посмотришь, да, тонкая наблюдательность, занятна в парижском духе. Посмотришь и пойдешь дальше. Чтобы смотреть картины Эльстира, не надо быть эрудитом. Я понимаю, что это эскизы, но и эскизы-то недостаточно мастерски сделаны. Сван имел нахальство предложить нам приобрести пучок спаржи. Пучок этот даже пробыл у нас несколько дней. На картине ничего нет, кроме пучка спаржи, точно такой, какую вы сейчас едите. Но я не стал есть спаржу господина Эльстира. Он запросил за нее триста франков. Триста франков за пучок спаржи. Красное яйцо на луидор, даже в начале сезона. Я не угрызешь. Когда он к таким вещам прибавляет людей, в этом есть что-то отворатное, унизительное для человека, мне это претит. Как вы с вашим тонким вкусом, с вашим глубоким умом можете любить Эльстира? Не понимаю, что вас тут удивляет, Базен, заговорила герцогиня. Ей бывало неприятно, когда кто-нибудь дурно отзывался о том, что находилось у нее в доме. Мне далеко не все нравится у Эльстира, что-то лучше, что-то хуже, но в любой его вещи виден талант, и как раз те картины, что я приобрела, изумительно хороши. В этом жанре Ариана мне в тысячу раз больше нравится этюдик Вибера, который мы с вами видели на выставке акварелистов. Если хотите, это пустячок, кажется, и смотреть-то не на что, но какая хватка в каждой мелочи. Исхудавший грязный миссионер, перед изнеженным прилатом, играющим со своей собачкой. Да это целая поэма, столько здесь тонкостей, даже глубины. Вы как будто знакомы с Эльстиром, обратилась ко мне герцогиня. Он человек приятный. Он умен, сказал герцог, когда с ним разговариваешь, что не перестаешь удивляться, почему у него такие пошлые картины. Он не просто умен, он даже довольно остроумен, заметила герцогиня с видом дегустатора, который знает в этом толк. Он, как я слышала, «Начинал писать ваш портрет, Ариана?» спросила принцесса Пармская. «Да, в красных как рак тонах», ответила герцогиня германская, «но потомки его за это не поблагодарят. Ужас! Базен хотел разорвать портрет». Эту фразу герцогиня германская повторяла часто. Мое мнение о портрете менялось. Вообще я не люблю его картины, но когда-то он прекрасно написал портрет. Обыкновенно одно из этих суждений герцогиня высказывала тем, кто заговаривал с ней о ее портрете, а другое тем, кто не говорил с ней о нем и кому ей хотелось сообщить, что он существует. Первое подсказывалось ей кокетством, второе тщеславием. «Сделать что-то ужасное из вашего портрета? Но тогда значит это не портрет, это клевета. Я и кисть-то держать в руках как следует не умею, но мне кажется, если б я писал о вас, воспроизводя только то, что я вижу, у меня получился бы шедевр», с наивным видом произнесла принцесса Пармская. «Вероятно, он видит меня так, как я сама себя вижу, то есть непривлекательный», сказала герцогиня, придав своему лицу грустное, скромное и ласковое выражение, которое, как ей представлялось, должно было показать ее совсем не такой, какой ее написал Эльстир. «Этот портрет должен понравиться герцогине де Галардон», сказал герцог. «Потому что она ничего не понимает в живописи?» спросила принцесса Пармская. Ей было известно, что герцогиня Германская от всей души презирает свою родственницу. Но она очень добрая женщина, правда? Герцог изобразил на своем лице полное изумление. «Ах, Базен, разве вы не видите, что принцесса шутит с вами?» Принцесса и не думала шутить. «А на них уже вас знает, что Галардонка старая злыдня», проговорила герцогиня Германская, чей словарь, состоявший почти сплошь из старинных выражений, был вкусен как блюдо, описание которых можно найти в прелестных книгах Помпила. Блюдо, которое теперь в диковинку и в которых желе, сливочное масло, сок и фрикадельки все настоящее, без малейшей примеси, даже соль для них доставляется из бретонских соляных копий. Выговор герцогини и выбор слов свидетельствовали о том, что ее разговорная речь в основе своей германская. Этим герцогиня резко отличалась от своего племянника Сен-Лу, чья речь изобиловала новыми мыслями и выражениями. Когда ты увлечен идеями Канта, когда тебя берет за сердце тоска Бодлера, трудно бывает писать изысканным французским языком эпохи Генриха Четвертого. Таким образом, самая чистота языка герцогини указывала на ее ограниченность, на то, что ее разум и чувства были закрыты для каких бы то ни было новшеств. Я же любил ум герцогини германской именно за то, что он отвергал, а он отвергал как раз предмет моих мыслей и за то, что отвергая уберегал. Я любил ту пленительную его силу, какой обладает гибкое тело, ненадорванное изнурительными размышлениями, душевными тревогами и нервными потрясениями. Ее ум, гораздо более ранней формации, нежели мой, был для меня равнозначен тому, чем было для меня шествие по берегу моря девушек из стайки. В герцогини германской я ощущал прирученную, укращенную любезностью, уважением к духовным ценностям энергию и обаяние жестокой девочки-аристократки из окрестностей Кумбре, которая с детских лет ездит верхом, перебивает позвоночник кошкам, выкалывает глаза кроликам, и хотя она так и осталась олицетворенной добродетелью, но могла бы быть столь элегантной была она еще недавно одной из самых обольстительных любовниц князя Десагана. Но она не способна была понять, чего я в ней ищу, а искал я в ней обаяние имени Германт. И что я в ней нашел, а нашел я в ней совсем немного, черты германской провинциальности. Так значит, наши отношения были основаны на недоразумении, которое не могло не выясниться, как только она осознала бы, что преклоняюсь я не перед довольно незаурядной женщиной, какой она себя считала, а перед самой обыкновенной, очаровывавшей помимо своей воли. Недоразумение вполне естественное, и оно всегда будет возникать между юным мечтателем и светской женщиной. Но оно не даст ему покою до тех пор, пока он не познает тщеты своего воображения и не примирится с неизбежным разочарованием, не примирится с разочарованием, которое принесут ему отношения с людьми, театральные впечатления, путешествия, не примирится даже с разочарованием в любви. Герцог Германский сказал в связи со спаржей Эльстира и с той, что была подана после цыпленка под грибным соусом, что зеленую спаржу, которая выросла на свежем воздухе, и по поводу которой литератор, подписывающийся Э. де Клермонтонер, любитель кудрявого слога, так смешно выразился, что в ней нет волнующей твердости, свойственной ее сестрам, надо есть вместе с яйцами. Одному нравится то, другому другое, возразил граф де Бреоте. В Китае, в Кантонском округе, самое изысканное блюдо, какое вам могут предложить, это совершенно тухлые яйца овсянки. Граф де Бреоте, автор статьи о мормонах, появившейся в ревю де де Монт, бывал только в самых аристократических кругах, но в таких, о которых шла молва, что это круги просвещенные. Если он более или менее часто бывал у какой-нибудь дамы, это означало, что у нее салон. Он притворялся, что ненавидит высший свет и внушал каждой герцогине порознь, что хочет бывать у нее в доме только ради ее ума и красоты, и ему удавалось всех в этом убедить. всякий раз, когда граф де Бреоте, скрипя сердце, давал согласие прийти на званный вечер к принцессе Пармской, он, чтобы было не так скучно, созывал их всех и таким образом оказывался в кругу своих близких знакомых. Чтобы о нем больше говорили как о человеке интеллигентном, чем как о человеке светском, граф де Бреоте, руководствуясь правилами германтов, когда в Париже самые балы, отправлялся с элегантными дамами в длительные путешествия с общеобразовательными целями. А если какая-нибудь снобка, то есть женщина, еще не завоевавшая себе положение в обществе, появлялась всюду, он наотрез отказывался с ней знакомиться, отказывался ей представляться. Его ненависть к снобам проистекала из его снобизма, но она вселяла в людей наивных, то есть во всех людей, уверенность, что он далек от снобизма. Бабал все знает, воскликнула герцогиня германская. Как хорошо жить в такой стране, где вы можете не сомневаться, что ваш молочник продаст вам именно тухлые яйца, яйца года кометы. Я вижу ясно, как я макаю в них кусочек хлеба с маслом. Откровенно говоря, такие случаи бывают у тети Мадлены, маркиза ужинать. Там подавали камбалу с горболкой. Можно было подумать, что вы не за столом, а в заразном отделении. Преданность Норпуа доходит, можно сказать, до героизма. Он попросил еще. Если не ошибаюсь, мы вместе с вами ужинали у нее, когда она срезала господина Блоха. герцог герцог германский, быть может, для того, чтобы придать этой еврейской фамилии еще более чужестранное звучание, произносил не Блок, а Блох, как произносится немецкое слово Хох, который назвал великим какого-то пиита. Шателеро чуть было не разбил господину Блоху берцовую кость. Но господин Блох ничего не понял. Он вообразил, что мой племянник пытается толкнуть коленом сидевшую напротив молодую женщину. Тут герцог слегка покраснел. Он не чувствовал, что раздражает тетю Мадлену тем, что так легко раздает патенты на звание великого. Словом, тетя Мадлена, а она за словом в карман не лезет, осадила его. А как же милостивый государь вы тогда назовете господина Дебоссюэ? Герцог был уверен, что традиции старого режима требуют прибавлять к фамилии исторической личности господин и частицу Д. За это можно брать деньги. А что ответил господин Блох? С рассеянным видом спросила герцогиня Германская. Не придумав ничего оригинального, она ограничилась тем, что скопировала немецкое произношение мужа. Смею вас уверить, что господин Блох, мгновенно сник, и только его и видели. Ах, да, я прекрасно помню, что мы с вами виделись там в тот вечер, нарочито медленно сказала мне герцогиня, как бы желая подчеркнуть, что то, что ей запомнилось наша встреча, должно быть особенно лестно для меня. У тети всегда бывает очень интересно. На последнем вечере, где мы с вами встретились, я хотел вас спросить, тот почтенных лет господин, который прошел мимо нас, это не Франсуа Копе. Вы должны знать всех звезд, добавила она с явной завистью к тому, что у меня есть знакомство среди поэтов, а еще это было сказано из любезности, из уважения ко мне, чтобы поднять в глазах гостей молодого человека, хорошо знающего литературу. Я попытался убедить герцогиню, что на вечере у маркиза де Вильпризи не было ни одной знаменитости. Разве? спросила герцогиня германская, и это было с ее стороны опрометчиво. Из ее вопроса можно было сделать вывод, что ее преклонение перед писателями и презрение к свету более поверхностное, чем она это утверждала и даже думала. Разве? Там не было больших писателей, странно, там же были удивительные физиономии. Я очень хорошо запомнил этот вечер из-за одного совершенно неважного происшествия. Маркиза де Вильпризи представила блока госпоже Альфонс де Ротшильд, но мой приятель не расслышал фамилии и, решив, что это какая-то старая, слегка взбалмошная англичанка, ответил односложно на пространную речь былой красавицы. Но тут Маркиза де Вильпризи, знакомя ее с кем-то другим, на сей раз очень отчетливо выговорила баронесса Альфонс де Ротшильд. При этих словах у блока закружился целый вихрь мыслей о миллионах и о почете, мыслей, которые не мешало бы привести в порядок, и от этого вихря сердце у него упало, в голову ударило, и он прямо так ляпнул милой старушке. Ах, если б я знал! Это вышло у него до того глупо, что он потом целую неделю не мог заснуть. Случай малоинтересный, но я о нем вспомнил, как о доказательстве того, что иной раз мы от волнения говорим то, что думаем. По-моему, Маркиза де Вильпризи женщина невысокой нравственности, сказала принцесса Пармска. Она знала, что гости герцогини не бывают у ее тетки, а последние слова герцогини убедили ее в том, что здесь о Маркизе можно говорить не стесняясь. Однако герцогиня германская посмотрела на принцессу неодобрительно, и принцесса поспешила добавить, но ей все прощаешь за ум. У вас сложилось о моей тетке представление, какое складывается о ней у всех, возрастила герцогиня, но в сущности это совершенно неверное представление. Не далее, как вчера, мне то же самое говорил Меме. Герцогиня покраснела, воспоминание о чем-то затуманило ее взор. У меня мелькнула мысль, что де Шарлю просил ее сказать мне, что он не хочет меня видеть. Так же, как он передал мне просьбу через Робера не ходить герцогине. У меня создалось впечатление, что когда, говоря со мной о де Шарлю, покраснел по непонятной для меня причине герцог, то это наверняка было вызвано чем-то другим. Бедная тетя. Они всегда будут говорить, что она старорежимна, что у нее блестящий ум и что она распутна до последней степени, а между тем у нее самое, что ни на есть мещанский, серьезный, неброский ум. Она прослывет покрадительницей искусств на том основании, что она была любовницей крупного художника. Вот только он никак не мог втолковать ей, что такое картина. Ну, а что касается ее поведения, то она совсем не развратница, она создана для семейной жизни, она рождена для того, чтобы быть верной женой, и хотя мужа она удержать не сумела, впрочем, он был мерзавец, зато к любой из своих связей она относилась так же серьезно, как к браку, была обидчива, вспыльчива, преданна, как законная жена. Заметьте, что в таких обстоятельствах люди бывают иногда вполне искренни, в общем, неутешные любовники встречаются чаще, чем неутешные мужья. А вы вспомните Ариана вашего девяря Паламеда, о котором вы только что говорили, ни одна любовница и мечтать не могла бы о том, чтобы ее так оплакивали, как оплакивал он бедную госпожу де Шарлю. Простите, ваше высочество, возразила герцогиня, но тут я с вами не вполне согласна. Не все хотят, чтобы их оплакивали одинаково. У каждого свой вкус. Но ведь он создал культ своей жены после ее кончины, хотя, впрочем, для мертвых иногда делают больше, чем для живых. Прежде всего, начала герцогиня Германская с задумчивым видом, не соответствовавшим издевательскому смыслу ее замечания, к мертвым приходят на похороны, а для живых никто этого не сделает. Герцог Германский бросил лукавый взгляд на графа де Бреоте, как бы предлагая ему посмеяться над остротой герцогиней. Одним словом, заключила герцогиня Германская, по совести сказать, я бы хотела, чтобы любимый человек оплакивал меня не так, как оплакивал свою жену мой деверь. герцог нахмурился. Он не любил, когда его жена в суждениях о людях рубила с плеча, особенно, если это касалось де Шарлю. Вы слишком требовательны. Редко кто так тяжело переживает смерть своей жены, как он, с заносчивым видом, сказал герцог. Но герцогиня проявляла по отношению к своему супругу смелость укротителя или человека, который, живя сумасшедшим, не боится довести его до исступления. Да нет, тут толковать не о чем. Явление редкое, я же не спорю. Он каждый день ездит на кладбище, рассказывать усопшей жене, сколько народа у него завтракало. Это для него страшное несчастье, но так страдать могла быть дальняя родственница, бабушка, сестра. Он горюет не как супруг. Правда, они жили не как муж и жена, это придает его горе особый характер. Заряженные глаза герцога германского, взбешенного болтовней жены, с устрашающей неподвижностью уставились на герцогиню. Да я же не хотел сказать ничего плохого о бедном меме. Кстати, он сегодня вечером занят, продолжала герцогиня. Я не отрицаю, что человек он милый, чудесный, деликатный. Такое сердце, как у него, у мужчины бывает редко, у меме женское сердце. Не говорите глупостей, прервал ее герцог. У меме ничего женственного нет, такого мужественного человека, как он, поискать. Да разве я сказала, что он женственен? Вы повнимательней слушайте, что я говорю, продолжала герцогиня. Не смейте слово сказать о его братце, добавила она, обратившись к принцессе Пармской. Да это же прекрасно, это так приятно слышать, что может быть лучше, когда братья любят друг друга, сказала принцесса. Точно так же рассуждали бы многие простолюдины, и это неудивительно. Человек, принадлежащий по крови к знатной семье, может быть, по духу высшей степени простонароден. Раз уж мы заговорили о ваших родных, Ариана, сказала принцесса, вчера я видела вашего племянника Сен-Лу, кажется, у него есть к вам просьба. Герцог германский сдвинул брови, а они у него были как у Юпитера. Если ему не хотелось сделать кому-то одолжение, то он был против того, чтобы вмешивалась его жена. Он знал, что в конце концов вмешательство герцогини будет воспринято как его вмешательство, и что люди, к которым герцогиня обратится с просьбой, будут считать, что они оказали услугу не только жене, но и мужу, как если бы попросил только муж. Почему же он мне ничего не сказал, выразило удивление герцогиня, вчера он просидел у нас два часа, и до чего же он был скучан, боже мой, он казался бы не глупее других, если бы, как у многих светских людей, у него хватало ума не корчить из себя умного. Лос к образованности, вот что ужасно. Он хочет показать, что разбирается в таких вещах, в которых ничего не смыслит. Когда он рассказывает о Марокко, то это просто невыносимо. он не может туда вернуться из Зарахили, вставил принц де Фуа. Да ведь он же с ней порвал, спросил граф де Бриоте. Он так решительно с ней порвал, что два дня назад я застал ее в холостяцкой квартире Робера. Они не производили впечатления людей, рассорившихся, уверяю вас, ответил принц де Фуа. Он часто распускал слухи, которые могли помешать женить Биробера, а, впрочем, его могли ввести в заблуждение кратковременные возобновления связи, на самом деле порванной. Эта самая Рахиль говорила мне о вас. Я так и вижу, как она идет утром по Елисейским полям. Она вертихвостка, как вы о ней говорите, податливая, по вашему определению. Нечто вроде дамы с камелиями. Невысокого полета, разумеется. С такими словами обратился ко мне князь Фон. Ему очень хотелось произвести впечатление человека, знающего французскую литературу и разбирающегося во всех тонкостях парижской жизни. «Именно в связи с Марокко!» воскликнула принцесса, подхватив последние слова герцогини. «А что такое у него в Марокко? со строгим лицом спросил герцог германский. Ариана тут ничем не может помочь. Он прекрасно это знает». «Он воображает, что изобрел новую стратегию», продолжала герцогиня. герцогиняя. потом он пользуется каким-то невероятно высоким слогом для обозначения самых простых вещей, что не мешает ему сажать в письмах кляксы. На днях он сказал, что ел божественную картошку и что взял в театре божественную ложу. «Он говорил по-латыни», подлил масло в огонь герцог. «То есть как по-латыни выразило недоумение принцесса?» «Честное слово, спросите Ариану, она не даст мне соврать». «Правда, правда, на днях он выпалил целую фразу. «Я не знаю примера Сиг транзит Глория Мунди более трогательного». «Сиг транзит Глория Мунди так проходит слава мира». Знаменитая фраза из «Подражания Христу». Я привожу эту фразу, Ваше Высочество, потому что мы добрались до ее смысла после долгих расспросов, после того, как обратились за разъяснениями к лингвистам. Робер произнес ее без передышки, так что с трудом можно было разобрать, что там есть латинские слова, он напоминал действующее лицо измнимого больного, а сказано это было в связи с гибелью австрийской императрицы. «Несчастная женщина», воскликнула принцесса, «какое это было прелестное существо». «Да», согласилась герцогиня, «у нее не все были дома, мозги у нее были слегка набекрень, но это была очень добрая женщина, милая, крайне доброжелательная, сумасбродка». Я одного не могла понять, почему императрица не могла заказать себе вставную челюсть, которая бы держалась, челюсть в нее вечно вываливалась, прежде чем она успевала докончить фразу, и чтобы ненароком не проглотить челюсть, она умолкала. «Это самая Рахиль говорила мне о вас, сказала, что Сен-Лу вас обожает, любит даже больше, чем ее», сказал мне князь Фон. Щеки его налились кровью, он уплетал за десятерых и все время смеялся с Калей зубой. «Значит, она должна ревновать Сен-Лу ко мне и ненавидеть меня», заметил я. «Да что вы! Она очень хорошо о вас отзывается. Любовница принца Дефуа, вот та, может быть, и ревновала бы, если бы он оказывал вам предпочтение». «Вам это непонятно? Поедемте домой вместе, дорогой я вам растолкую». «Не могу. В одиннадцать часов мне нужно быть до Шарлю». «Ах, вот как!» Он звал меня ужинать, но просил приехать не позднее, чем без четверть одиннадцать. «Ну, если вы непременно должны быть у него, поедемте со мной хотя бы до французской комедии». «Это в периферии», сказал князь. Вернее всего, он понимал слово периферия как поблизости, а может быть, как центр. «Его вытращенные глаза, его красное плывшее, хотя и красивое лицо напугали меня, и я, сославшись на то, что за мной заедет приятель, отказался. Я считал, что в моем отказе нет ничего обидного для князя, но князь очевидно воспринял его по-иному, так как больше не сказал мне ни единого слова». «Мне непременно надо повидать неаполитанскую королеву». «Воображаю, как тяжело она это переживает», сказала принцесса Пармская, а может быть, мне только послышалось. Дело в том, что ее заглушал сидевший ближе ко мне князь Фон, хотя говорил он очень тихо, наверное, из боязни, как бы его не услышал принц де Фуа. «Ну нет, я убеждена, что никаких тяжелых переживаний у нее из-за этого не было». «Никаких». «У вас всегда крайность, Ариана», сказал герцог германский, вновь принимая на себя обязанность мола, которые, не пуская дальше волну, заставляют ее взметнуть султан пены. «Базен знает лучше меня, что я говорю правду», возразила герцогиня, «но он считает, что в вашем присутствии ему во что бы то ни стало, надо быть серьезным». «А кроме того, ему все кажется, что я вас шокирую». «О, нисколько, пожалуйста», воскликнула принцесса Пармская, она боялась, как бы из-за нее не пострадала хотя бы одна из восхитительных сред герцогини германской, хотя бы хоть чуть-чуть не испортился этот запретный плод, вкусить от которого еще не получила дозволения даже шведская королева». «Ведь это же ему, она ответила, когда он спросил ее, заучено грустным тоном, «Королева в трауре, о ком извольте горевать, ваше величество?» «Нет, это не глубокий траур, это мелкий траур, совсем мелкий траур, траур по моей сестре». «На самом деле она ликует, и для Базена это не тайна. Она в тот же день пригласила нас на вечер и подарила мне две жемчужины. Я бы ничего не имела против, если б у нее каждый день умирала по сестре». Она не оплакивает кончину сестры, она над ней хохочет. Вероятно, она говорит себе как «Робер, сик транзит, дальше не помню». Из скромности прервала себя герцогиня, хотя прекрасно помнила все изречение. В данном случае герцогиня германская расточала свое остроумие, и только притом не попадая в цель, ибо неаполитанская королева, так же как герцогиня лансонская, тоже трагически погибшая, была очень отзывчива, и она искренне оплакивала смерть своих родных. Герцогиня германская хорошо знала родовитых баварских сестер, своих родственниц, и эта их черта не могла быть ей неизвестна. «Ему не хочется возвращаться в Марокко», сказала принцесса Пармская, снова цепляясь за имя Робера, которая неумышленно протягивала ей как шесть герцогиня германская. «Вы, знакомы с генералом де Монсерфей?» «Очень мало», ответила герцогиня, хотя на самом деле была с ним в большой дружбе. Принцесса изложила просьбу Сен-Лу. «Ах, боже мой, если я его увижу, мы же можем случайно с ним встретиться, чтобы не отказывать прямо», проговорила герцогиня, отношения которой с генералом де Монсерфей мгновенно отдалились, как только выяснилось, что его надо о чем-то попросить. Тем не менее, уклончивость жены не удовлетворила герцога, и он перебил ее. «Вы отлично знаете, Ариана, что вы его не увидите, притом вы уже два раза обращались к нему с просьбой, и оба раза он ничего для вас не сделал. У моей жены страсть давать обещания, кипятился герцог. Ему хотелось заставить принцессу Пармскую отказаться от своей просьбы, но так, чтобы она не усомнилась в любезности герцогини, а все свалило на него, на его самодурство. Робер мог бы добиться от Монсерфея чего угодно, но он сам не знает, чего хочет, и обращается к нему с просьбами через нас, потому что это наилучший способ потерпеть неудачу. Риана надоела Монсерфею своими просьбами, если она опять к нему обратится, он наверняка откажет. «Ну, раз так, то пусть уж лучше герцогиня никаких шагов не предпринимает», сказала принцесса Пармская. «Разумеется», поддакнул герцог. «Бедный генерал, опять он провалился на выборах, чтобы переменить разговор», сказала принцесса Пармская. «Ну, это не беда, всего лишь в седьмой раз», возразил герцог. «Так как он был вынужден отказаться от политической деятельности, то ему доставляло удовольствие неуспех на выборах кого-нибудь еще». Он утешился тем, что снова находится в ожидании прибавления семейства. «Как? Бедная госпожа де Монсерфе опять беременна?» воскликнула принцесса. «Ну, конечно», ответила герцогиня, «это единственный округ, где незадачливый генерал ни разу не потерпел неудачи». В дальнейшем меня постоянно звали на эти трапезы, даже когда приглашали всего несколько человек. И в то время эти гости напоминали мне апостолов из Сент-Шапель. Гости и в самом деле собирали здесь как первые христиане, не только чтобы разделить пищу материальную, к слову сказать, превосходную, то было нечто вроде светской вечери. Благодаря этому, побывав на нескольких ужинах, я перезнакомился со всеми друзьями хозяев дома, и хозяева представляли им меня с такой явной благожелательностью, как человека, которого они с давних пор опекают, что каждый из них счел бы невежливым по отношению к герцогу и герцогине не включить меня в список приглашенных на бал, и в то же время я пил и кем из германских погребов и с наслаждением ел арталанов, приготовленных по разным рецептам, которые составлял или в которые вносил разумные изменения герцог. Впрочем, кто уже не раз священно действовал за этим столом, для тех принятие пищи было необязательно. Старые друзья герцога и герцогини германских появлялись у них после ужина в качестве зубочисток, как выразилась бы госпожа Сван, без приглашения. И зимой пили липовый цвет в ярко освещенной большой гостиной, а летом оранжат во мраке прямоугольного садика. После ужина у германтов пили в саду только оранжат. Таков был ритуал. Предложить гостям еще какие-нибудь прохладительные напитки значило бы нарушить традицию. Подобно тому, как большой раут в Сен-Жерменском предместье это уже не раут, если в его программу входит спектакль или если играет музыка. Вы должны были делать вид, что пришли запросто, хотя бы у германтов собиралось пятьсот человек, ну, скажем, к принцессе германской. Все удивлялись тому, каким я здесь пользуюсь благоволением, ведь помимо оранжата я мог попросить вишневого или грушевого соку. Это сблизило меня с принцем Агрегенским, он принадлежал к числу тех людей, которые, будучи обделены воображением, но не лишены жадности, любуются тем, что вы пьете и просят дать им немножко попробовать. Таким образом, принц Агрегенский, каждый раз уменьшая количество сока, который я собирался выпить, портил мне удовольствие. Ведь когда тебя мучает жажда, то сколько не пей фруктового соку, все будет мало. Тебя никогда не утолит это притворение цвета плода во вкус, потому что вареный плод словно возвращается к паре цветения, пурпуровый, как весенний сад, или же бесцветный, свежий, как ветерок над фруктовыми деревьями. Сок предоставляет вам возможность втягивать в себя его аромат и разглядывать его не спеша. А принц Агрегенский вечно мешал мне насладиться им. Но соки не вытесняли ни оранжада, ни липового цвета. Какие бы скромные формы не принимало здесь светское причастие, оно все-таки являло собой причастие. И, конечно, в качестве причастников друзья герцога и герцогини германских, как это мне рисовалось вначале, были своеобразнее, чем я мог бы судить по обманчивой их нарушности. Иных стариков ожидал у герцогини вместе с неизменным напитком не очень радушный прием. Их тянул сюда не снобизм, они сами принадлежали к высшим слоям общества, и не любовь к роскоши. Любовь эта у них, пожалуй, была, но они могли бы найти ослепительную роскошь и в низших кругах светского общества. Так, очаровательная супруга богатейшего финансиста всячески старалась заманить их на великолепную охоту, которую она устраивала два дня подряд для испанского короля. И, однако, они отказывались и шли на удачу герцогини германской, а вдруг она дома? Они не могли быть уверены даже в том, что найдут здесь единомышленников или что их встретят с распростертыми объятиями. Герцогини германская нет-нет, да и прохаживалась насчет дела Дрейфуса, насчет республики, насчет антирелигиозных законов и даже в полголоса насчет их самих, насчет их немощей, насчет того, какие скучны они ведут разговоры, так что они принуждены были делать вид, что не слышат. Если их по привычке влекло суда, то, конечно, это объяснялось их тонким воспитанием, воспитанием светских гурманов, их полной уверенностью в безукоризненности и первоклассности пищи, которую потребляет высшее общество, пищи, привычной, внушающей доверие, вкусной, без всяких примесей, без суррогатов, происхождение истории, которые были им также хорошо известны, как происхождение истории той, что предлагало им эту пищу, объяснялось тем барством, какого они и сами в себе не подозревали. Случайно среди гостей, с которыми меня познакомили после ужина, находился один из завсегдатаев этого салона, сегодня пришедший сюда неожиданно, тот самый генерал де Монсерфей, о котором завела разговор принцесса Пармская. Когда ему назвали мою фамилию, он поклонился мне так, как будто я был председателем высшего военного совета. Я решил, что герцогиня почти наотрез отказалась просить генерала де Монсерфея за своего племянника по врожденной необязательности. А герцог поддержал жену, потому что, хотя он и не любил ее, но именно эта ее черта ему нравилась, так же, как и ее остроумие. А я считал неотзывчивость герцогини преступной, тем более, что из слов принцессы Пармской я понял, что служба у Робера опасная и что хорошо было бы ему перевестись. Но особенно возмутила меня та злоба, с какой герцогиня германская в ответ на робкое предложение принцессы Пармской попросить генерала самой и от своего имени начала отговаривать ее высочество. «Да что вы!» воскликнула «Намон сэрфей совершенно не пользуется нового правительства доверием и не имеет на него влияния. Никакого толку из вашего разговора не выйдет». «Как бы он нас не услышал», прошептала принцесса, давая понять, что надо говорить, тише. «Не беспокойтесь, ваше высочество, он глухая тетеря», не понижая голоса, сказала герцогиня, хотя генерал прекрасно слышал, что она говорила. «По-моему, Сен-Лу подвергает свою жизнь опасности», заметила принцесса. «Ничего не поделаешь», возразила герцогиня, «в таком же положении находятся все, кто там служит, с той разницей, что он сам туда напросился, да и потом, ничего там опасного нет, иначе я бы за него замолвила словечко, можете не сомневаться, я могла бы поговорить о нем за ужином с Сен-Жозефом, он пользуется гораздо большим весом, а уж труженик, но, как видите, он ушел, с ним не легче было бы говорить, чем с Монсерфеем, у Монсерфея три сына в Марокко, и он не стал хлопотать об их переводе, он может мне на это указать, раз вы, ваше высочество, принимаете в этом такое участие, то я поговорю с Сен-Жозефом, если я его увижу, или с Батрейном, но если я их обоих не увижу, то особенно не жалейте, Робера, он рассказывал, как там обстоят дела, по-моему, лучшего места ему не найти. Какой дивный цветок, таких нигде нет, только у вас, Ариана, можно увидеть настоящее чудо, сказала принцесса, все еще боясь, как бы генерал де Монсерфей не расслышал слов герцогини, она переменила разговор. Это был цветок, похожий на те, что при мне писал Эльстир. Я очень рада, что он вам понравился. Чудные цветы. Посмотрите, у них лиловый бархатный ошейник, но только, как у некоторых прихорошеньких и одетых к лицу женщин, у них некрасивое имя и пахнут они дурно. Я все-таки я их очень люблю. Вот только жаль, что скоро я их утрачу. Но ведь они в горшке. Они же не срезаны, возразила принцесса. Нет, не срезаны, со смехом сказала герцогиня, но это безразлично, они дамы. Они из породы растений, у которых дамы и мужчины растут на разных стеблях. Это все равно, что иметь только собачку. Мне нужен муж для моих цветов, иначе у них не будет детей. Как интересно, значит, и в природе, да-да, есть насекомые, которые берутся устраивать им браки, как для монархов, по доверенности, так что жених и невеста до свадьбы не видятся. Вот почему, даю вам слово, я велю моему лакею как можно чаще выставлять этот цветок то на окно во двор, то на окно в сад, все жду насекомого. Но на это так мало надежды. Подумайте, нужно, чтобы насекомое сначала увидело цветок того же вида, но другого пола, и чтобы ему пришла мысль занести в наш дом визитную карточку, пока оно не прилетало. Думаю, что мои цветы так и останутся непорочными, но мне бы признаться хотелось, чтобы они были чуть-чуть более развратными. Понимаете, их ожидает та же судьба, что и красивое дерево у нас во дворе, оно умрет бездетным, так как в наших краях это большая редкость. Брак ему должен устроить ветер, но для ветра стена высока. Да, правда, сказал граф де Бреоте, уменьшите ее всего на несколько сантиметров, этого достаточно. Такого рода операции надо уметь производить. Запах ванили в чудном мороженом, которым вы, герцогиня, нас угостили, это запах растения, именуемого ванилью. На нем есть цветы, мужские и женские, но из-за плотной перегородки всякое общение между ними неосуществимо, поэтому от него никак не могли добиться плодов, пока один молодой негр с острова Реюньон по имени Альбен, кстати сказать, для чернокожего это довольно смешное имя, потому что означает оно белый, не додумался привести в соприкосновение разделенные органы с помощью маленького шипа. — Бабал, вы удивительный человек, все это вы знаете, воскликнула герцогиня. — Но вы тоже, Арианна, сообщили мне такие вещи, о которых я понятия не имела, сказала принцесса. Я, ваше высочество, много сведений по ботанике подчеркнула у Свана. Иной раз, когда нам с ним становилось не в моготу идти кому-нибудь на чашку чаю или на утренник, мы ехали за город, и он показывал мне поразительные браки цветов, гораздо более занятные, чем браки людей. Браки без ленча и без записи в церковные книги. Но только у нас не было времени ехать куда-нибудь далеко. Теперь появились автомобили, мы бы с ним совершали чудесные прогулки. К сожалению, он сам вступил в еще более удивительный брак, так что ему теперь не до прогулок. Ах, ваше высочество, как ужасно жить на свете! Время уходит на скучнейшие дела, а если случайно познакомишься с человеком, который мог бы тебе показать много любопытного, он возьмет да и женится как сван. Если бы я продолжала ботанические экскурсии, то это меня бы обязывало бывать опозорившие меня особы. Я предпочла отказать себе в удовольствии ездить на экскурсии. А, впрочем, может быть, и не надо было особенно далеко забираться. Думаю, что даже в моем садике среди бела дня можно наблюдать куда более неприличные сцены, чем ночью в Булонском лесу. Только никто этого не замечает, потому что у цветов все очень просто. Мы видим только оранжевый дождик или запыленную мушку, которая, прежде чем забраться в цветок, отряхивает лапки или принимает душ, и дело с концом. Комод, на котором стоит цветок, тоже великолепный. Наверное, ампир, спросила принцесса. Она была незнакома с трудами Дарвина и его последователей, и оттого шутки герцогини до нее не доходили. Правда, красивый. Я очень рада, что вы его оценили, сказала герцогиня. Чудная вещь. Признаюсь, я всегда обожала стиль ампир, даже когда он был не в моде. Помню, как была возмущена в Германте моя свекровь, когда я велела спустить с чердака весь дивный ампир, который Базен получил наследство от Монтескью, и обставить им флигель, где я жила. Герцог усмехнулся. Кто-кто, а уж он-то отлично помнил, что дело обстояло совсем иначе. Но так как подтрунивание принцессы Делом над дурным вкусом свекрови вошло у нее в привычку в течение короткого времени, когда он был влюблен в свою жену, то от этой поры его любви у него до сих пор осталось слегка пренебрежительное отношение к умственным способностям матери, уживавшееся, однако, с большой привязанностью и почтительностью. У Йенских есть такое же кресло с инкрустациями Веджвода, красивое, но мне больше нравится мое, сказала герцогиня с таким бесстрастным видом, как будто ни одно из этих кресел ей не принадлежало. Впрочем, я не отрицаю, что у них есть вещи неизмеримо лучше моих. Принцесса Пармская промолчала. Ах да, вы же, ваше высочество, не знаете их собрания. Вам непременно надо побывать у них вместе со мной. Это одна из парижских достопримечательностей, это настоящий музей. Предложение съездить к Йенским было одной из самых больших чисто германских дерзостей, какие позволил себе герцогиня, так как принцесса Пармская смотрела на Йенских, как на отъявленных узурпаторов. Их сын, как и ее родной сын, носил титул герцога Гвостальского. Вот Гиня, сказав эту дерзость, не утерпела, ее оригинальность была бесконечно дороже принцессы Пармской, чтобы не метнуть в гостей лукавого, смеющегося взгляда. В ответ гости только силились улыбнуться, так они были испуганы, поражены, но вместе с тем их радовала мысль, что они оказались свидетелями последней выходки Арианы, выходки, которые они могут распространять как свежую новость. Отчасти они, впрочем, были к ней подготовлены, они знали, как ловко умеет герцогине поступаться любыми предрассудками курвуазье ради успеха в чем-либо, успеха, который вызывал бы всеобщий интерес и льстил бы ее самолюбию. Разве она в течение последних лет не примирила принцессу Матильду с герцогом Амальским, написавшим родному брату принцессы письмо, в котором была знаменитая фраза «У нас в семье все мужчины храбрые, а все женщины целомудренны». Однако принцы остаются принцами, даже когда они как будто пытаются об этом забыть. Герцог Амальский и принцесса Матильда, встретившись в герцогине германской, так друг другу понравились, что после этого стали бывать друг у друга, проявив ту же самую способность забывать прошлое, какую выказал Людовик XVIII, когда назначил министром Фуше, голосовавшего за казнь его брата. Герцогиня Германская намеревалась еще сдружить принцессу Мюрат с неаполитанской королевой. Между тем принцесса Пармская была, видимо, так же смущена, как были бы смущены наследники голландского и бельгийского престолов, то есть принц Аранский и герцог Брабанский. Если бы им собирались представить принца Аранского Де Мейнеля и герцога Брабанского Де Шарлю, но тут герцогиня, который Сван и Де Шарлю, между прочим, Де Шарлю знать не хотел Янских, с большим трудом в конце концов привили вкус к стилю ампир, воскликнула. Ваше Высочество, поверьте мне, я не подберу слов, чтобы выразить восторг, в какой вы от всего этого придете. Признаюсь, я всегда была поклонницей стиля ампир, но у Янских это что-то невероятное, это, как бы вам сказать, то, что выбросило на берег, отхлынув, волна египетской экспедиции, и потом то, что доплеснулось до нас от античности, все, что наводнило наши дома. Сфинксы на ножках кресел, змеи, обвивающие канделябры, громадная мунза, протягивающая вам маленький подсвечник для игры в буйот, или же преспокойно взобравшаяся на ваш камин и облокотившаяся на часы, и потом все эти помпейские светильники, кроватки в виде лодок, словно найденные на Ниле, такие кроватки, что кажется, будто на одной из них сейчас покажется Моисей, античные квадриги, скачущие по ночным столикам. «На мебели ампир не очень удобно сидеть?» набравшись храбрости, вставила принцесса. «Неудобно», согласилась герцогиня германская, «но», продолжала она с улыбкой, «я люблю, когда мне плохо сидится в креслах красного дерева, обитых гранатовым бархатом или зеленым шелком». «Мне нравится неудобство, которое испытывали воины, не признававшие ничего, кроме крульных кресел, скрещивавшие в огромном зале пучки прутьев с секирой и складывавшие лавры. Уверяю вас, что у енских вы ни секунды не думаете о том, удобно ли вам сидеть или неудобно, когда видите перед собой фреску, а фреска изображает здоровенную бабищу победу». «Мой супруг скажет, что я очень плохая роялистка, но, понимаете, я женщина отнюдь неблагонамеренная». «Вас, что у них в доме в конце концов начинают нравиться все эти эн, все эти пчелы. Сколько лет нами правили короли, а мы, да простит меня господь, были не очень-то избалованы славой. Вот почему в этих воинах, проносивших так много венков, что они увешивали ими даже ручки кресел, я не могу не видеть некоторого блеска. Пойдите, ваше высочество». «Ах, боже мой, если вы настаиваете», сказала принцесса, «но только, по-моему, это не совсем удобно. Все устроится как нельзя лучше, вот увидите. Люди они очень хорошие, не глупые. Мы к ним привели госпожу Дешеврес, зная, как сильно действуют примеры, вернула герцогиня. Она была очарована, и сын у них очень милый. «То, что я вам сейчас скажу, не совсем прилично», продолжала она. «Есть у него одна такая комната, в комнате кровать, там хочется поспать, но без него. А еще менее прилично то, как я однажды увидела его, когда он был болен и лежал в постели. Рядом с ним на краю кровати была дивно неизвайно вытянувшаяся во всю длину сирена с перламутровым хвостом и чем-то вроде лотоса в руке. «Уверяю вас», нарочито медленно заговорила герцогиня, чтобы выделить каждое слово, которое она будто чеканила своими красивыми губками, в то же самое время выставляя на показ точенность своих длинных выразительных рук и не отводят принцессы ласкового, пристального, проникающего в душу взгляда. Что вместе с пальмовыми листьями и золотым венцом, которые лежали тут же рядом, все это производило сильное впечатление. Композиция, как на картине «Юноша и смерть» Гюстава Моро. Вы, Ваше Высочество, конечно, знаете этот шедевр. Принцесса Пармская никогда не слыхала даже фамилию художника, но она закивала головой и радостно заулыбалась, чтобы все поняли, как она любит эту картину. Ее резкая мимика не могла, однако, заменить огонек, который не зажигается в наших глазах, когда мы не понимаем, о чем с нами говорят. «Он наверно красив?» спросила она. «Нет, он похож на топира. Глаза чуть-чуть напоминают глаза королевы гортензии, как ее рисуют на абажурах. Но он, вероятно, решил, что мужчине усиливать это сходство смешно, и оно расплылось в навощенных щеках, которые придают ему вид мамилюка. Чувствуется, что полотер бывает у него каждое утро. Сван, продолжала она, возвращаясь к кровати молодого герцога, был поражен сходством сирены со смертью Гюстава Муро. А, впрочем, добавила она убыстрее речь, но вполне серьезно, чтобы тем смешнее стало слушателем, причин для беспокойства у нас нет. У молодого человека был всего-навсего насморк. Здоровье у него железное. Говорят, он сноб? Спросил граф Дебриоте взвинчено недоброжелательным и требовательным тоном, как если бы он ожидал точного ответа на вопрос. Мне говорили, что у него на правой руке четыре пальца. Это правда? Да нет, боже мой, нет, с мягкость нисходительной улыбкой ответила герцогиня Германская. Пожалуй, чуть-чуть сноб только на вид, ведь он же еще так молод, но я была бы удивлена, если бы он оказался снобом на самом деле, потому что он умен, продолжала она, видимо, полагая, что снобизм и ум несовместимы. Он человек острый, иногда бывает забавен, с видом гурмана и знатока добавила она и рассмеялась, словно, если мы считаем, что кто-нибудь забавен, то непременно сами должны принимать веселый вид, или словно она вдруг вспомнила остроты герцога Гавастальского. Впрочем, его же нигде не принимают, так что ему не перед кем проявлять снобизм, заключила герцогиня, не подумав о том, что этим сообщением она принцессу Пармскую не подбодрит. Любопытно, что скажет принц германский, когда узнает, что я поехала к той, кого он иначе, как госпожа Йена, не называет. Да ну что вы, с необычайной живостью воскликнула герцогиня, разве вы не знаете, что мы уступили Жильберу, теперь она в этом горько раскаивалась, целую горную залу ампир, которая досталась нам от Кью-Кью, это такая красота, у нас для нее нет места, и все-таки я думаю, что здесь ей было бы лучше. Какие это дивные вещи, полуэтрусский, полуегипетский, египетский, переспросила принцесса, слово этрусский ей было не очень понятно. Ах, боже мой, частично такие, частично такие, это мы узнали от Свана, он мне все объяснил, вы же знаете, я круглая невежда, а потом надо вам сказать, ваше высочество, что Египет стиля ампир ничего общего не имеет с подлинным Египтом, так же, как и римляне с настоящими римлянами, а их этрурия, это верно, сказала принцесса. Ну, это вроде того, что называлось костюмом Людовика XV при Второй империи, в пору молодости Анны Демуши или матери милейшего Бригода. Вот Базен говорил с вами о Бетховене. Недавно нам играли одну его вещь, конечно, прекрасную, но холодноватую, там есть русская тема. То, что он считал ее русской, это трогательно. А китайские художники воображали, будто они копируют Беллини. Впрочем, даже в одной и той же стране, если кто-нибудь смотрит на вещи чуть-чуть по-иному, то четыре четверти его сограждан ровным счетом ничего не видят из того, что он показывает. Должно пройти по крайней мере лет сорок, чтобы они научились смотреть. Сорок лет, в ужасе воскликнула принцесса. Ну, да, теперь уже выделяя слова, это были не ее, а почти все до одного мои слова. Я только что в разговоре с ней развивал ту же самую мысль. Благодаря своему произношению, как бы курсивом, это вроде первой особи вида, который пока еще не существует, но который размножится. Особи, наделенные новым чувством, какого еще нет у его современников. Я-то как раз этим чувством обладаю. Я всегда увлекалась всем интересным, едва лишь оно возникало, и как бы ни было оно необычно. Да вот вам пример. На днях я была с великой княгиней в Лувре. Мы остановились перед Олимпией Мане. Теперь она никого не поражает, кажется, что ее написал Энгер. А сколько мне из этой картины пришлось переломать копии, боже ты мой! Между тем, я совсем ее не люблю, но я понимаю, что писал ее настоящий художник. Пожалуй, Лувр для нее не совсем удачное место. Как поживает великая княгиня, осведомилась принцесса Пармская. Ей тетка царя была бесконечно ближе натуры Мане. Мы с ней о вас говорили. В сущности, вернулась к своей мысли герцогиня, истина заключается в том, что, как утверждает мой деверь Паламет, мы все говорим на разных языках. Вот почему между всеми нами стена. По правде сказать, я нахожу, что самое прямое отношение эти слова имеют к Жильберу. Если вам любопытно побывать у Йенских, то не станете же вы действовать в зависимости от того, что может подумать этот несчастный человек. У него хорошая чистая душа, но это какое-то ископаемое. Мне ближе роднее мой кучер, мои этот человек, который все время задается вопросом, а что сказали бы об этом при Филиппе Смелом или при Людовике Толстом? Можете себе представить, когда он гуляет по деревне, он благодушно тыкает в крестьян тросточкой и говорит «Дорогу, мужичье!» Когда он со мной разговаривает, я бываю так же изумлена, как если бы со мной заговорили так называемые лежачие фигуры со старинных готических гробниц. Хотя этот живой обломок мой родственник, он меня пугает, и у меня только одна мысль «Оставайся ты в своем средневековье». А так он, милейший человек, сроду никого не зарезал. «Я только что с ним ужинал у маркиза де Виль Паризи», вставил генерал. Шутка герцогини не вызвала у него улыбки. «А маркиз де Норпуа у нее был?» спросил князь фон. Этот все еще не оставил надежды пройти в академике. «Да», ответил генерал, «он даже говорил о вашем кайзере». «По видимо, кайзер Вильгельм человек очень умный, но он не любит картин Эльстира. Я его за это не осуждаю», сказала герцогиня. «Мы с ним одинаково воспринимаем живопись». Впрочем, мой портрет Эльстир написал прекрасно. «Ах, да ведь вы его не видели?» «Не похоже, но любопытно». За ним интересно наблюдать во время сеансов. Он из меня сделал старуху. «Вроде одной из регенш приюта для престарелых Хальса». «Вы, наверное, знаете, пользуясь излюбленным выражением моего племянника, это божественное создание кисти художника», спросила меня герцогиня, помахивая веером из черных перьев. Она сидела совершенно прямо, гордо откинув голову. Она в самом деле была знатной дамой, но вдобавок еще чуть-чуть играла знатную даму. Я ответил, что побывал в Амстердаме и в Гааге, но, чтобы у меня все не перепуталось в голове, так как времени у меня было в обрез, я в Гарлем не съездил. «Ах, Гаага, какой там музей!» воскликнул герцог германский. Я сказал, что он, наверное, полюбовался там видом Дельфта Вернера. Но у герцога было больше чванства, чем знаний, поэтому он ответил мне самодовольным видом, как отвечал всякий раз, когда его спрашивали о какой-нибудь находившейся в музее или выставленной в салоне картине, которую он не помнил. «Если ее надо видеть, то я видел». «Как вы были в Голландии и не заехали в Гарлем?» спросила герцогиня. «Если бы даже в вашем распоряжении было четверть часа, вам надо было бы туда съездить ради необыкновенного Хальса. Я вам больше скажу, если б картины Хальса выставили на улице, и вы могли бы на них взглянуть только с верхнего этажа трамвая, вам надо было бы впиться в них глазами». «Я могла бы вам показать одну его прекрасную вещь», любезно сказала мне герцогиня германская, имея в виду Хальса. «Лучшую его картину», так утверждают некоторые. «Она досталась мне по наследству от одного из моих немецких родственников. К несчастью, она является ленным имуществом замка». «Вы знаете, что это значит?» «Я тоже не знаю», сказала герцогиня. Она не упускала случая посмеяться. Она полагала, что это очень современно, над старинными обычаями, а между тем в ней жила бессознательная несокрушимая привязанность к ним. «Я рада, что вы видели моего эльстира, но, откровенно говоря, мне было бы еще приятнее угостить вас моим Хальсом, этой ленной картиной». «Я ее видел», сказал князь фон. «Раньше она принадлежала великому князю Гессенскому». «Да-да», подтвердил герцог германский, «его брат женился на моей сестре, а его мать двоюродная сестра матери Орианы». «А что касается Эльстира», продолжал князь, «я позволю себе заметить, что хотя у меня нет своего мнения об его картинах, поскольку я их не видел, но так не любить его, как кайзер, не за что». Кайзер «Человек редкого ума». «Да, я два раза ужинал вместе с ним, один раз у моей тетки Саган, другой у тетки Радзивилл, по-моему, это человек любопытный». «Ему палец в рот не клади, но есть в нем что-то забавное, выращенное, это слово герцогиня подчеркнуло, напоминающее зеленую гвоздику, то есть нечто такое, что меня удивляет, но отнюдь не восхищает, нечто такое, что изумляет тем, как это можно было вырастить, но только, по-моему, лучше было бы не стараться. Надеюсь, я вас не шокирую? Кайзер «Человек необыкновенного ума», продолжал князь, «он безумно любит искусство, вкус у него в сущности безукоризненный, он никогда не ошибается, если вещь прекрасна, он улавливает это с первого взгляда, и она становится ему ненавистна. Если же он что-нибудь ненавидит, можете не сомневаться, что это вещь превосходная». Все улыбнулись. «Вы меня успокоили», сказала герцогиня. «Я бы сравнил кайзера», продолжал князь, «с одним старым берлинским антикваром. При виде древних ассирийских памятников антиквар плачет, но если это современная подделка, а не настоящая древность, то он не плачет. И вот когда хотят узнать настоящая или это древность, ее несут к старому антиквару. Если он плачет, ее покупают для музеума». Князь часто употреблял слово «музей», но всегда произносил его на немецкий лад «музеум». Если же глаза у него сухи, вещи отсылают торговцу назад, а торговца привлекают к ответственности за подделку. Так вот, всякий раз, когда я ужинаю в Подздаме, и кайзер говорит «князь, посмотрите, это гениально», я записываю вещь, которую он мне назвал, и не хожу ее смотреть. А вот когда он обрушивается на какую-нибудь выставку, я при первой возможности лечу на нее. «Правда ли, что Норпуа сторонник сближения Франции с Англией?» спросил герцог германский. «А вам-то шобственно что?» в свою очередь с раздражением, но и не без насмешечки в голосе спросил непереваривавший англичан князь Фон. «Англичане это такое дубье? Если они и могут в чем-нибудь вам помочь, то уж во всяком случае не как военная сила, о них можно судить по глупости генералов». Мой приятель недавно разговаривал с Ботой. Знаете, кто это? Бурский военачальник. Так вот, Бота ему сказал «Английское войско? Это что-то ужасное. Англичан я даже скорее люблю, но я прошу вас вот над чем призадуматься. Я простой мужик, а ведь в каждом бою я задавал им трепку. И в последнем бою под напором в двадцать раз сильнейшего противника. Я совсем уже готов был сдаться. А кончилось дело тем, что я ухитрился взять в плен две тысячи человек. Но ведь я-то был главарем Мушицкого войска. А вот если когда-нибудь этим остолопом случится помериться силами с настоящей европейской армией, страшно подумать, что с ними будет. Да что там толковать? Их короля, вы знаете, не хуже меня. А в Англии его считают великим человеком. Я почти не слушал эти рассказы в духе тех, которыми маркиз де Норпуа услаждал слух моего отца. Они не давали пищи для того, о чем я любил думать. А если бы даже эта пища в них и заключалась, она должна была быть гораздо более острой для того, чтобы я зажил духовной жизнью в светском обществе, где я думал только о том, кожа, хорошо ли я причесан, в порядке ли у меня манишка, словом, где я не мог насладиться ничем из того, что составляла радость моей жизни. А я с вами не согласна, заявила герцогиня германская, она находила, что немецкий князь бестактен. По-моему, король Эдуард милый, простой человек, и на самом деле он гораздо тоньше, чем о нем думают, а королева еще и сейчас необыкновенно красива. Но ваша светлость, раздраженно заговорил князь, не замечая, что своими рассуждениями он вооружает против себя общество. Если бы принц Уэльский был простым смертным, то его выгнали бы из всех клубов, и никто не подавал бы ему руки. Королева обворожительна, необычайно мягкосердечна, и необычайно ограниченно, и в конце концов есть что-то коробище в этой королевской черте, которое в буквальном смысле слова находится на содержании своих подданных, которое требует от крупных финансистов евреев, чтобы они покрывали все их расходы, а за это жалуют им титул баронета. Это вроде князя болгарского. Он наш родственник, перебила его герцогиня. Он не глуп, он и мой родственник, продолжал князь, но это не значит, что он порядочный человек. Нет, вам нужно сближаться с нами, это заветная мечта кайзера, но он хочет, чтобы оно ушло от сердца. Он кафорит, я хочу рукопожатия, а не поклона. Вот тогда вы были бы непобедимы, это было бы целесообразнее, чем сближение с англичанами, за которое ратует маркиз де Норпуа. Я слыхала, что вы с ним знакомы, желая вовлечь меня в разговор, обратилась ко мне герцогиня германская. Вспомнив, что маркиз де Норпуа рассказывал, как я чуть было не поцеловал ему руку, решив, что он без сомнения не утаил этого и от герцогини германской, и во всяком случае не мог не отозваться обо мне дурно, что дружба с моим отцом не помешала ему выставить меня в смешном виде, я, тем не менее, поступил не так, как поступил бы на моем месте человек светский. Тот сказал бы, что он не выносит маркиза де Норпуа, и что своего отношения он от него не скрывает. Сказал бы он это для того, чтобы создать впечатление, будто злословие посла вызвано его поведением, что посол им задетый в отместку клевещет на него. А я сказал, что, к моему большому сожалению, маркиз де Норпуа, видимо, меня не любит. Это глубокое заблуждение, возразила герцогиня германская, он вас очень любит. Не верите? Спросите у Базена. Все думают, что я человек слишком мягкий, но о нем так не думают. Базен подтвердит, что Норпуа высказывал о вас чрезвычайно лестное мнение. Совсем недавно он хотел устроить вас в министерство, на такое место, что вам можно было бы только позавидовать. А затем он узнал, что вы болеете и служить не можете, но он был так деликатен, что о своем желании быть вам полезным словом не обмолвился вашему отцу, которого, кстати сказать, он необыкновенно высоко ставит. От маркиза до Норпуа я меньше, чем от кого-либо еще мог ждать одолжения. Он был насмешником и даже довольно ядовитым, а потому те, кого, как меня, вводили в заблуждение его повадки, как у Людовика Святого, чинящего суд под дубом, и вкратчивый звук его, пожалуй, чересчур мелодичного голоса, узнав, что маркиз распускает про них гнусные сплетни, это он-то, о котором они думали, что он душа-человек, приходили к выводу, что он отъявленный подлец. Злословил он постоянно, но это не мешало ему, кому-то действительно хорошо относиться, хвалить тех, кого он любил, и охотно делать им одолжение. — Да меня и не удивляет, что он к вам благоволит, сказала мне герцогиня германская, он человек проницательный. — Я прекрасно понимаю, обратилась она уже ко всем, намекая на замышляемое бракосочетание, о котором мне ничего не было известно, что моя тетушка, которая не может теперь быть ему особенно приятна в качестве старой любовницы, не представляет для него ничего заманчивого, как молодая жена. Да и потом не думается она давно уже не его любовница, такой она стала ханжой. — Вос Норпуа может сказать о себе, как сказано у Виктора Гюго, «Ах, давно уже та, с кем я спал, перешла на господню ложе». Право. Моя милая тетушка напоминает передовых художников, которые всю жизнь были на ножах с академией, а на старости лет создают собственную, или растрик, которые выдумывают новую религию. Тогда какой же смысл снимать рязку, или уж не надо было спутываться? А, впрочем, как знать, задумчиво добавила герцогиня, может быть, это затевается с расчетом на скорое вдовство, что может быть печальнее не иметь права носить траур. Ну, а если маркиз де Виль-Паризи станет маркизой де Нерпуа, то наш родственник Жильбер заболеет с горя, заметил генерал де Сен-Жозеф. Принц германский прелестный человек, но он и правда придает слишком большое значение родословной и этикету, заговорила принцесса Пармская. Я прожила два дня у него в деревне, когда принцесса была, к сожалению, больна. Со мной приехала малышка, так прозвали госпожу де Юнольстен, потому что она была под потолок ростом. Принц сошел с крыльца мне навстречу, предложил руку, но сделал вид, что не замечает малышку. Мы поднялись на второй этаж, и только у входа в гостиную принц, посторонившись, чтобы дать мне дорогу, сказал, «А, здравствуйте, госпожа Дьюнольстен». После того, как она развелась, он иначе ее не называет. Он притворился, что только сейчас заметил малышку, и это для того, чтобы показать, что он не должен был сходить с крыльца ей навстречу. «Меня это нисколько не удивляет. Всем хорошо известно», сказал герцог, мнивший себя человеком высшей степени передовым, ни во что не ставящим происхождение и даже республиканцем, что у меня мало общего с моим родственником. Смею вас уверить, ваше высочество, что мы с ним далеки, как небо от земли. Но я должен заметить, что если бы моя тетка вышла за Норпуа, то я отнесся бы к этому точно так же, как Жильбер. «Дочери Флоримона де Гиза вступить в такой брак? Да это, как говорится, курам на смех, как бы это вам сказать». Эти последние слова, которые герцог обычно вставлял в середину фразы, были тут совсем не к месту. Но он испытывал потребность непременно их произнести, и если не находил другого места, то относил в самый конец фразы. А еще это присловие было для него тем же, чем является размер для стихотворца. Хотя я не отрицаю, добавил он, что Норпуа это хороший дворянский род, славный, знатный. Послушайте, Базен, зачем же вы только что отмежевались от Жильбера, если теперь рассуждаете так же, как он, спросила герцогиня. Для нее доброкачественность рода, подобно доброкачественности вина, являлась синонимом, так же, как для принца и герцога германских, его старость. Но она была не так откровенна, как ее родственник, и хитрее своего мужа, а поэтому в разговоре старалась поддерживать репутацию германтов, и на словах презирала знатность, хотя поступки ее доказывали обратно. Но ведь вы, кажется, даже в родстве осведомился генерал де Сен-Жозеф, насколько я помню, Норпуа был женат на одной из Ларош-Фуко. Нет, не по этой линии. Она из рода герцогов де Ларош-Фуко, а моя бабушка из рода герцогов де Дудовиль. Это родная бабушка Эдуарда Коко, самого мудрого человека семье, ответил герцог. Он не очень ясно представлял себе, что такое мудрость. Эти две ветви не объединялись со времен Людовика XIV, родня довольно дальняя. Ах, вот оно что любопытно, а я и не знал, сказал генерал де Сен-Жозеф. Впрочем, продолжал герцог, мать Норпуа, кажется, родная сестра герцога де Монморанси и в первый раз вышла замуж за Латур Доверни. Но все эти Монморанси Монморанси только отчасти, а Латур Доверни совсем не Латур Доверни. Вот почему я не думаю, чтобы это придавало блеску его происхождению. Он утверждает, и вот это как раз важнее, что он происходит от Сент-Рай, а так как мы по прямой линии происходим от них... В Кумбре была улица Сент-Рай, но я о ней никогда не вспоминал. Она соединяла улицу Лабрентонри с Птичьей, так как Сент-Рай соратник, Жанны Д'Арк, женившись на одной из Германт, присоединил к владениям этого рода графства Кумбре, то и герб его скрестился с гербом Германтов под одним из витражей святого Илари. В моем воображении ожили ступени из бурого песчаника, едва лишь один единственный перелив голоса привел мне на память забытое звучание имени Германт, слышанное мною когда-то и заметно отличавшееся от звучания, какое приобретало это имя, когда его произносили гости, обращаясь к любезным хозяевам, у которых я сегодня ужинал. Имя герцогини германской было для меня именем собирательным, но не только в смысле историческом, не только от того, что это было имя всех женщин, носивших его, а еще и от того, что недолгая моя юность уже видела в этой одной герцогине германской столько разных, наслаивавшихся одна на другую женщин, каждая из которых исчезала, как только следующая в достаточной степени оплотневала. Слова не так резко изменяют свое значение за несколько веков, как изменяют для нас значение имена на протяжении всего лишь нескольких лет. Наша память и наше сердце недостаточно просторны, оттого они и не могут быть верными. В нашем теперешнем сознании не хватает места, чтобы хранить мертвых рядом с живыми. Мы вынуждены строить прямо на минувшем, который открывается перед нами только благодаря случайным раскопкам, вроде тех, что произвело во мне имя Сентрай. Я счел бесполезным обо всем этом рассказывать и даже в сущности солгал, уклонившись от ответа на вопрос герцога «Вы знаете наши места?» Может быть, герцог и знал, что я жил там прежде, но по своей благовоспитанности не переспросил меня. Я затруднился бы ответить на вопрос «Сколько раз я слышал за этот вечер слова «Родственник» и «Родственница». Например, герцог германский почти каждый раз, когда кто-нибудь называл новое имя, восклицал «Да ведь это же родственник Орианы», с такой радостью, как будто он, заблудившись в лесу, вдруг увидел направленные в разные стороны указательные стрелки с мельчайшими цифрами, определяющими расстояние в километрах, и с надписями «Бельведер Казимир Перье» и «Перекресток Обер-Ягермейстера», и делает из этого вывод, что он не сбился. А жена турецкого посла, приехавшая после ужина, употребляла слова «Родственник» и «Родственница» совершенно иным намерением, представлявшим здесь исключение. Снедаемая светским честолюбием, она в то же время обладала колоссальной памятью, ей одинаково легко было запомнить, что историю отступления десяти тысяч, что все виды половых извращений у птиц. Ее невозможно было уличить вне знаний новейших немецких ученых трудов по политической экономии, об умственных расстройствах, о разных видах анонизма и о философии Эпикура. Это была личность опасная, так как она вечно попадала в просаг, обвиняла в крайнем легкомыслии высоконравственных женщин, предупреждала вас, что нужно остерегаться человека высшей степени добропорядочного и рассказывала истории, которые производили впечатление, что она вычитала их в книгах, не из-за их серьезности, а из-за неправдоподобия. В те времена ее почти нигде не принимали. Месяца полтора она бывала у женщин блистательных, вроде герцогини германской, но вообще ей волей-неволей пришлось удовольствоваться потомками славных, но захудалых родов, у которых германты перестали бывать. Она воображала, что ее сочтут за вполне светскую даму, если она будет называть громкие имена людей, которых почти нигде не принимали своих приятелей. Герцога германского, решавшего, что эти люди постоянно ужинают у него, мгновенно пронизывал трепет восторга, как человека, попавшего в знакомые места, после чего слышалось обычное его восклицание, да ведь это же родственник Орианы, мне ли его не знать, живет он на улице Вано, мать его урожденная Дьюзе. Послице ничего иного не оставалось, как признаться, что некто, о ком она завела речь, принадлежит к более мелкой породе животных. Она пыталась установить, хотя бы не непосредственную связь между своими друзьями и друзьями герцога Германского. Я понимаю, кого вы имеете в виду. Нет, он не из тех, но они в родстве. Иной раз имя заставляло вспомнить не о каком-нибудь славном роде, но об известном событии, о какой-нибудь знаменательной дате. Когда я узнал от герцога Германского, что мать графа де Бреоте, урожденная Шуазель, а бабушка Люсенш, то воображение нарисовало мне под его самой обыкновенной рубашкой с простыми жемчужными запонками, кровоточащие в двух хрустальных шарах две высочайшие святыни, сердце герцогини де Пролен и сердце герцога Берийского, Другие реликвии скорее будили чувственность, длинные тонкие волосы госпожи Тольен или графини де Сабран. В иных случаях перед моим мысленным взором возникали не просто реликвии. Осведомленный лучше жены о своих предках, герцог Германский хранил воспоминания, которые придавали его речи, украшавшие ее сходство со старым домом, где нет, правда, великих произведений искусства, но где полно подлинников, посредственных и все же производящих впечатления, в общем, придающих всему дому внушительный вид. На вопрос принца Агрегенского, почему принц Икс, говоря о герцоге Амальском, назвал его дядей, герцог Германский ответил, потому что брат его матери, герцог Вюртембергский, был женат на дочери Луи Филиппа. Тут перед моим мысленным взором возник драгоценный ларец, вроде тех, какие расписывали Карпаччо и Мемлинг, ларец, в первом отделении которого была изображена принцесса, на свадьбе своего брата герцога Орлеанского в простом летнем платье, каково ее одеяние должно было показать, что она недовольна тем, что сватов, которых заслал к ней принц Сиракузский, не приняли, а в другом отделении рождение ее сына герцога Вюртембергского, родного дяди принца, с которым я только что ужинал, в замке Фантазия, не менее аристократическом, чем иные семьи. В стенах таких замков, переживающих не одно поколение, перебывал целый ряд исторических лиц. В этом именно замке живут рядышком воспоминания о Марграфине Байрейдской, другой принцессе с фантазиями, сестре герцога Орлеанского, которой, как говорят, очень нравилось название замка ее мужа, о баварском короле, и, наконец, о принце Икс, который как раз теперь просил герцога Германского посылать ему письма в этот замок, который он получил наследство, и который отдавал взаймы только на время представлений вагнеровских опер принцу де Полиньяку, еще одному очаровательному фантасту. Когда герцог германский, чтобы объяснить, с какой стороны он приходится родственникам Викантессе Дарпажон, возбирался так высоко и так просто, не держась руками, по горной цепи трех, а то и пяти поколений, и добирался до Марии Луизы и Кольбера, то каждый раз все повторялось с изного. Большое историческое событие он дорогой переодевал, искажал, втискивал в название поместья или в имя женщины, так окрещенной, потому что она внучка Луи Филиппа и Марии Амелии, которые в данном случае представляли интерес не как французские король и королева, а только как дед и бабка, оставившие такое-то наследство. Из словаря имен, упоминаемых Бальзаком, который по другим причинам уделяет внимание крупнейшим историческим фигурам, в зависимости от того, какое отношение имеют они к человеческой комедии, явствует, что Наполеону отведено в ней куда более скромное место, чем Ростиньяку, да и это скромное место отведено ему только потому, что он беседовал с девицами Вот как аристократия в громоздком здании с редкими окнами, пропускающими мало света, здании, в котором не чувствуется полета, но зато чувствуется та же непробиваемая незрячая мощь, что и в романской архитектуре замыкает, замуровывает, оскушняет всю историю. Итак, просторы моей памяти постепенно порастали именами. И эти имена, размещаясь в определенном порядке, объединяясь, устанавливая друг с другом все более многочисленные связи, напоминали законченные произведения искусства, где нет ни единого мазка, который существовал бы сам по себе, где каждая часть обязана своим происхождением другим и, в свою очередь, вызывает к жизни их. Тут снова зашла речь о принце Люксембургском, и турецкая послица рассказала такую историю. Якобы дедушка его молодой жены, торговавшей мукой и макаронами и сказочно разбогатевшей, пригласил принца Люксембургского на завтрак. Принц отказался и на конверте, куда он вложил письмо с отказом, написал господину Мельнику. Дед же ему ответил так. Я очень огорчен, любезный друг, что вы не смогли приехать. Между тем я мечтал насладиться вашим обществом в тесном кругу. У нас собрался действительно тесный круг, все свои люди. Посидели бы за завтраком Мельник, его сын, да вы. Мне было противно слушать эту историю. Я любил графа Денассау, хорошо знал его душевную мягкость, и не мог поверить, чтобы он на конверте с письмом деду своей жены, чьим наследником он, кстати сказать, являлся, написал Мельнику. Помимо всего прочего, с самого начала становилось ясно, что это еще и дурацкая история, слишком явно бросалось в глаза, что Мельник взят из заглавия басни Ла Фонтена. Но в Сен-Жерменском предместе глупость чрезвычайно сильна, а в союз с ней вступает злоба, и поэтому все, кто здесь ни был, поверили, что такое письмо действительно было отправлено, и что дедушка, которого только на основании этого рассказа все единодушно признали замечательным человеком, оказался остроумнее принца. Герцог де Шотелеро решил, воспользовавшись случаем, рассказать историю, которую я уже слышал в кафе. Все ложились. Но едва он заговорил о том, что принц Люксембургский потребовал, чтобы герцог германский стоял перед его женой, герцогиня оборвала его. Нет, он очень смешон, но все же не до такой степени. Я готов был дать голову на отсечение, что все эти россказни о принце Люксембургском сплошная ложь, и что всякий раз, когда я окажусь в обществе действующего лица или свидетеля, кто-нибудь да выступит с опровержением. Я только задавал себе вопрос, что подтолкнуло герцогиню германскую выразить рассказчику недоверия, правдивость или же самолюбие? И вот оказалось, что злоба в ней еще сильнее самолюбие, потому что она продолжала со смехом, я ведь ему тоже кое-что могу припомнить, чтобы познакомить меня со своей женой, причем он не нашел ничего лучшего, как в письме к тетке назвать ее наследной принцессой Люксембургской, он пригласил меня на чашку чая. Я ответила, что к сожалению, приехать не могу, и прибавила, а наследной принцессе Люксембургской эти слова я поставила в кавычках, передаю, что если она захочет со мной повидаться, то я бываю дома по четвергам после пяти. Я еще кое-что могу ему припомнить. В Люксембурге я несколько раз звонила ему по телефону. То его высочество собираются завтракать, то только сейчас откушали, словом, два часа я звонила бестолку и, наконец, применила такой способ. Можно попросить графа Денассау. Это задело его заживо, и он подлетел к аппарату. Рассказ герцогини всех насмешил, как смешили и другие рассказы о принце в этом же духе, то есть, по глубокому моему убеждению, враги, потому что такого интеллигентного, такого великодушного, такого чуткого, скажу попросту, такого чудного человека, как Люксембург Нассау, я не встречал. Из дальнейшего будет видно, что прав был я. Справедливость требует заметить, что герцогиня Германская наговорила о нем не только мерзостей, сказала она о нем и хорошее, он не всегда был такой. Пока он не свихнулся, не возомнил о себе, он в лужу не садился, и даже в первое время после помолвки говорил о ней с милой откровенностью, как о счастье, которое ему привалило. Прямо как в сказке придется въехать в Люксембург на волшебной колеснице, сказал он своему дяде Орнесану, а тот ему, вы же знаете, что Люксембург невелик, боюсь, что на колеснице ты не въедешь. Впряги-ка лучше кос в коляску и въезжай. На сауне сколько не обиделся, сам же он нам об этом и рассказывал, и хохотал. Орнесан человек очень остроумный, да ему есть в кого, его мать Момже. Бедный Орнесан, дела его плохи. Имя Орнесана, слава Богу, прекратило грубые насмешки над принцем Люксембургским, иначе им не было бы конца. И в самом деле герцог германский тут же счел нужным пояснить, что прапрабабушка Орнесана была сестра Мария де Кастиль Мунже, жены Тимолеона Лотарингского, и что, следовательно, она тетка Арианы. Таким образом, разговор снова перешел на родословные, а в это время набитая дура турецкая послица шептала мне на ухо, «Вы, как видно, в чести у герцога германского, будьте осторожней». А когда я спросил, что это значит, она ответила, «Я хочу сказать, вы поймете меня с полуслова, что этому человеку можно безбоязненно доверить дочь, но не сына». На самом деле не было на свете мужчины, который так страстно любил бы женщин, и только женщин, как герцог германский. Но заблуждение, неправда, простодушно принятое на веру, это была для послицы как бы родная стихия, вне которой она не могла бы существовать. Его брат Меме, который по другим причинам, он с ней не здоровался, вызывает во мне глубокую антипатию, до глубины души возмущен безнравственностью герцога. Их тетка Вильпорези тоже, вот перед кем я преклоняюсь, святая женщина, настоящая прежняя светская дама. Это не только сама добродетель, но и образец старого воспитания. Она продолжает говорить послу Норпуа, господин Норпуа, хотя видится с ним ежедневно. Между прочим, в Турции о нем до сих пор вспоминают самым теплым чувством. Я уже несколько раз порывался уйти, главным образом потому, что мое присутствие обесценивало это собрание, одно из тех собраний, которые издали казались мне необыкновенно прекрасными. И оно бы, наверное, и было прекрасным, если бы не свидетель, который всех стеснял. Мой уход, по крайней мере, дал бы возможность гостям, когда среди них больше не будет непосвященного, теснее сплотиться. Они могли бы начать совершать таинства, ради которых они здесь и собрались. Ясное дело, что они пришли сюда не для того же, чтобы рассуждать о Франсе-Хальсе или о скупости, да еще так, как об этом рассуждают простые обыватели. Они были в пустяках, конечно, потому, что здесь был я. Я испытывал угрызение совести от того, что мешал всем этим хорошеньким разъединенным женщинам вести в изысканнейшем из салонов таинственную жизнь Сен-Жерменского предместия. Но как только я собирался откланяться, самопожертвование герцога и герцогини германской доходило до того, что они удерживали меня. Но еще удивительнее было вот что. Некоторые дамы спешили к германтам и приехали ликующие, разодеты, усыпанные драгоценными камнями. А из-за меня сегодняшний вечер по существу так же мало отличался от вечеров, которые устраиваются и не в Сен-Жерменском предместе. Как мало разнится Бальбек от того, к чему приучен наш глаз. И все же эти дамы уезжали, не испытывая ни малейшего разочарования. Какое там они еще наперебой благодарили герцогиню германскую за чудесно проведенный вечер, из чего можно было сделать вывод, что и на других вечерах, на которых я не присутствовал, было все то же самое. Неужели же только из-за ужинов, вроде сегодняшнего, они наряжались и не пускали в недоступные свои салоны буржуазок? Неужели только из-за ужинов? Точь, точь таких же, несмотря на мое отсутствие? У меня мелькнула эта мысль, но уж очень она была нелепа. Против нее восставал простой здравый смысл, а потом, если бы даже я ее и допустил, то что тогда осталось бы от имени Германт, и так уже умолившегося после Комбре? Впрочем, эти девы-цветы были на удивление нетребовательны по отношению к другим, и большие любительницы радовать всех и каждого. Некоторые из тех, кому я за целый вечер сказал две-три до того глупые фразы, что меня самого от стыда бросило в краску, сочли своим долгом перед уходом подойти ко мне и остановив на мне ласковый взгляд красивых глаз, поправляя гирлянду орхидей, обвивавшую их грудь, сказать, как они счастливы, что со мной познакомились, и изъявить желание кое-что устроить, предварительно выбрав день совместно с герцогиней германской. Все эти дамы, цветы отбыли после принцессы Пармской. Присутствие принцессы, а раньше высочеств уезжать было не принято, являлось одной из неведомых мне причин, в силу которой герцогиня настаивала на том, чтобы я посидел еще. Когда принцесса Пармская встала, все почувствовали облегчение, дамы преклоняли перед принцессой колени, та поднимала их, целовала и вместе с этим поцелуем они как бы получали вымоленное коленопреклонением благословение на то, чтобы спросить свое пальто и позвать своих людей. Вслед за тем у подъезда началась как бы выключка имен, вошедших в историю Франции. Принцесса Пармская не позволила герцогине германской провожать ее до передней, чтобы та не простудилась, а герцог добавил, слышите, Ариана. Ее высочество разрешает вам не выходить. А вы помните, что вам сказал доктор? Я думаю, что принцесса Пармская была очень рада поужинать с вами. Эта заученная фраза была мне знакома. Герцог прошел всю гостиную, чтобы сказать ее мне любезным и уверенным тоном, словно вручая диплом или угощая печеньем. Удовольствие, которое он сейчас явно испытывал, и которое на мгновение придало его лицу ласковое выражение, внятно говорило мне о том, что такого рода обязанности он будет исполнять до самой смерти, подобно тому, как даже впавшие в детство старички сохраняют за собой необременительные и почетные должности. Когда я собирался уходить, в гостиную вернулась стацдама принцессы, она забыла чудные гвоздики из Германта, которые герцогиня подарила принцессе Пармской. Лицо у стацдамы пошло красными пятнами, как видно ей досталось от принцессы, которая со всеми была очень мила, но у которой лопалось терпение от бестолковости компаньонки. Стацдама подхватила гвоздики и в попыхах направилась к выходу, но чтобы не уронить своего достоинства и чтобы все видели, что она не утратила обычной своей строптивости, она, проходя мимо меня, проворчала «Принцесса меня торопит, ей хочется, чтобы мы уже ехали, но чтобы гвоздики были у нее в руках». Ну, а я не птичка, порхать с ветки на ветку не умею. В передней я попросил лакеев подать мне ботики, которые я надел из предосторожности, так как, когда я выходил из дому, падал снежок, тут же таял и превращался в слякоть, но я не сообразил, что это не очень элегантно, и теперь, заметив, что все глядят на меня с презрительной улыбкой, мне стало неловко. «Когда же я увидел, что принцесса Пармская еще не уехала и следит за тем, как я надеваю эту американскую обувь, то я готов был провалиться сквозь землю от стыда». Принцесса подошла ко мне. «Как хорошо вы сделали, что купили ботики», воскликнула она. «Это очень практично. Вот что значит умный человек. Нам непременно надо будет приобрести ботики», сказала она «Стат с дами». И тут насмешливое выражение лакейских лиц сменилось почтительным, а гости столпились вокруг меня и принялись расспрашивать, где я нашел эту прелесть. «В них вам нечего бояться, даже если опять пойдет снег, если вы живете далеко. Теперь ведь не лето», сказала принцесса. «Ну, насчет этого вы, ваше королевское высочество, можете быть спокойны», с хитрым видом проговорила стат с дамой, «снега больше не будет». «Почем вы знаете?» сердитым голосом спросила добрейшая принцесса Пармская, ее могла вывести из себя только глупость стат с дамой. «Уж вы мне поверьте, ваше королевское высочество, больше снега не будет, это физически невозможно». «Да почему?» «Снега больше не будет, против этого приняты меры, всюду посыпано солью». Дама по простоте душевной не заметила, что принцесса гневается, а другие смеются. Вместо того, чтобы умолкнуть, она обратилась ко мне с милой улыбкой, не приняв во внимание моих возражений относительно адмирала Джульена де ла-гравьера. «А вам в них не будет тяжело. У вас, наверное, ноги, как у морского волка. Кровь-то ведь сказывается». Герцог германский проводил принцессу Пармскую, а затем подал пальто мне. «Позвольте, я вам помогу напялить на себя эту одежду». Употребив такие выражения, он даже не улыбнулся. Благодаря тому, что германты играли в простоту, самые грубые выражения в их устах становились аристократическими. Итак, хотя свет не способен был сразу ждать мне то, чего ожидало от него мое воображение, и потому сначала поразил меня сходством с другими кругами общества, а не тем, чем он от них отличался, в конце концов резко его своеобразие все-таки выступило. Почти от одной только знати узнаешь столько же, сколько от простых крестьян. Их речь расцвечена всем, что относится к земле, к тем, кто жил в именье в давно прошедшие времена, к старинным обычаям, ко всему, о чем даже и не подозревает мир денег. Допустим, что аристократ, не отличающийся широтой запросов, в конце концов, заражается духом времени. А все-таки его мать, его дяди, его двоюродные тетки связывают его, когда он вспоминает свое детство с той жизнью, которой сейчас почти никто уже себе не представляет. Войдя в комнату, где лежал бы покойник, герцогиня германская промолчала бы, но от первого же ее взгляда не укрылось бы ни одно из нарушений прежних обычаев. Ее коробило, когда на похоронах женщины шли вперемешку с мужчинами, потому что обряд требует, чтобы женщины шли отдельно. У Блока, вне всякого сомнения, покров связывался только с похоронами, так как в отчетах о траурных процессиях неизменно упоминаются покровы с кистями, а герцог германский мог бы вспомнить времена своего детства, когда он видел, как держали покров во время венчания принца Маин-Эли. Сен-Лу продал свое драгоценное родословное дерево, продал старинные портреты буйонов и письма Людовика XIII, чтобы купить карьера и мебель модерн, а герцог и герцогини германские, по велению чувства, в котором пламенная любовь к искусству играла, быть может, самую последнюю роль и которая не выдвигала их из ряда самых обыкновенных людей, сохраняли чудную мебель Буля, представлявшую собой настоящее пиршество для глаз художника. А литератор был бы в восторге от беседы с ними, потому что эта беседа явилась бы для него, ведь голодному нет никакого толку от другого голодного, живым словарем, куда занесены все выражения, которые теперь одно за другим каждый день выходят из употребления, вроде галстуков Сен-Жозефа, обета, одевать детей в голубое и тому подобного, и которые можно услышать только из уст любителей и добровольных хранителей ценностей прошлого. Их беседа доставляет писателю куда больше удовольствия, чем беседа с другими писателями, хотя, впрочем, это удовольствие опасное, так как писатель может подумать, что вещи, оставшиеся от прошлого, прекрасны сами по себе и чего доброго перенесет их в свое произведение такими, какие они есть. Из-за этого произведения окажется мертворожденным, скучным, а писатель будет утешать себя «Моя книга хороша, потому что правдива, против этого не возразишь». Аристократические беседы герцогини германской были, однако, прелестны тем, что говорила она превосходным языком. Это давало герцогине право подшучивать над словами «правидческий», «космический», «пифический», «неслыханнейший», которые употреблял Сен-Лу, равно, как и над его мебелью от бинга. И все же то, о чем говорилось у герцогини германской, в отличие от боярышника и от тетиного бисквита, было мне чуждо. Можно было бы сказать так, что всем этим речам, имевшим прямое отношение к обществу, а не к личности, на время вошедшим в меня, сделавшимся чисто физически моим достоянием, не терпелось как можно скорее со мной расстаться. Я взмахивал руками, как заклинатель. Я думал, что меня ждет еще один ужин, во время которого я превращусь в принца Икс или в герцогиню германскую и буду говорить за них. А пока слышанные мною речи шевелили мои выбарматывающие губы, и я тщетно пытался вернуть на прежнее место мой разум с головокружительной быстротой, увлекаемой некой центробежной силой. Одному в экипаже, где, впрочем, я громко говорил с воображаемым собеседником, мне было не под силу выдерживать их тяжесть, и я с лихорадочным нетерпением ждал того мгновения, когда я наконец-то позвонил к Де Шарлю, а потом я долго еще говорил сам собой, повторяя то, о чем собирался рассказать ему, и совсем не думая о том, что-то скажет мне он. говорил в гостиной, куда меня провел лакей, и где от волнения я ничего не замечал. Мне так мучительно хотелось, чтобы Де Шарлю выслушал меня, что в конце концов на меня напал дикий страх при мысли, что хозяин дома, может быть, уже спит, и что мне предстоит у себя в комнате протрезвляться после словесного опьянения. Да и было чего бояться. Убедившись, что прошло уже целых двадцать пять минут, я подумал, что все позабыли, что я сижу в этой гостиной, о которой, несмотря на долгое ожидание, я мог бы только сказать, что это огромная светло-зеленая комната, где висят портреты. Потребность говорить мешает не только слушать, но и видеть. Следовательно, отсутствие описания обстановки есть уже описание душевного состояния человека. Я решил выйти из гостиной и кого-нибудь позвать, а если никто не отзовется, то самому добраться до передней и сказать, чтобы мне отперли дверь, но только я встал и сделал несколько шагов по мозаичному паркету, как с озабоченным видом вошел коммердинер. — Господин барон все время принимал посетителей, — сказал он. — Его ждет еще несколько человек, но я непременно добьюсь, чтобы он воспринял. Я уже два раза звонил по телефону секретарю. — Пожалуйста, не беспокойтесь, господин барон сам назначил мне к нему приехать, но сейчас уже поздно, и раз он занят, то я приду как-нибудь еще. — Нет-нет, сударь, сделайте одолжение, не уходите, — воскликнул коммердинер. — Господин барон будет недоволен, я еще попробую позвонить. Я вспомнил рассказы о слугах де Шарлю и об их преданности своему господину. Хотя о нем нельзя было сказать, как о принце де Конти, что он также старался понравиться лакею, как и министру, но во всяком случае он достигал того, что самое обычное его приказание воспринималось как особая милость. И когда вечером, обведя глазами стоявших на почтительном расстоянии слуг, он говорил «конье», свечу или дюкре, рубашку, другие удалялись сворчанием, завидуя тем, на ком остановил свой выбор и господин. Двое враждовавших между собой слуг даже боролись за господскую милость, и, выдумывая нелепейшие предлоги, спешили, если барон поднимался к себе раньше, выслушать его распоряжение, причем каждый лелеял мечту, что сегодня вечером обязанность принести свечу или подать рубашку будет возложена на него. Если барон обращался к кому-нибудь из людей не с требованием услужить ему, более того, если зимой в саду, зная, что один из его кучеров простужен, он через десять минут говорил ему «наденьте шляпу», другие из ревности две недели не разговаривали с кучером, удостоившимся великой милости. Я прождал еще десять минут, а затем попросив не засиживаться, потому что господин барон так устал, что даже отказал в приеме нескольким чрезвычайно важным особам, которым он давным-давно назначил свидание, меня провели к нему. Церемонии, разводившиеся вокруг де Шарлю, не произвели на меня впечатление той торжественности, какое производила простота его брата Германта, но вот уже дверь отворилась, и я увидел барона в китайском халате с голой шеей он лежал на диване. Одновременно меня привели в изумление лежавшие на стуле цилиндр, шик, блеск и шуба. Можно было подумать, что барон только что пришел домой. Камердинер удалился. Я ждал, что де Шарлю подойдет ко мне, но он продолжал лежать неподвижно, уставив на меня беспощадный взгляд. Я подошел к нему поближе, поздоровался, он не подал мне руки, ничего не сказал, не предложил сесть. Я спросил, как спрашивает у невоспитанного врача, непременно ли я должен стоять. Желания подковырнуть де Шарлю меня не было, однако холодное бешенство еще резче выразилось у него на лице. Я, впрочем, не знал, что у себя в деревне, в замке он любил, чтобы так нравилось ему разыгрывать из себя короля, после ужина в курительный вокруг него развалившегося в кресле стояли гости. Одного он просил дать ему огоньку, другому предлагал сигару и лишь спустя некоторое время говорил, да садитесь же, кур, дорогой мой, вот же стул и так далее. А сразу он не произносил таких слов, только чтобы дать понять гостям, что без его разрешения садиться нельзя. «Садитесь в кресло Людовика Четырнадцатого», проговорил он наконец властным тоном, в котором слышалось скорее приказание отойти от кресла, чем расположиться в нем. Я сел в кресло, которое стало ближе ко мне. «По-вашему, это кресло Людовика Четырнадцатого?» «Сразу видно, что вы юноша образованный», с насмешкой в голосе воскликнул он. Я был так огорошен, что вместо того, чтобы направиться к выходу, а это было бы самое правильное, или по желанию де Шарлю пересесть в другое кресло, прирос к месту. «Милостивый государь», снова заговорил де Шарлю, отчеканивая каждое слово и удваивая согласные в наиболее оскорбительных. «Этот разговор, которым я вас удостаиваю в виде исключительной милости по просьбе некой особы, не пожелавшей, чтобы я ее назвал, поставит на наших с вами отношениях точку. Не скрою от вас, что я ожидал не того. Пожалуй, я допустил бы некоторое преувеличение, чего не следует позволять себе в разговоре даже с человеком, не понимающим значение слов, а также из элементарного уважения к самому себе, если бы сказал, что чувствовал к вам симпатию. Я склонен думать, что если употребить слово благоволение, в смысле чисто покровительственным, то оно точно выразит и то, что я к вам чувствовал, и то, что собирался для вас сделать. В Париже и даже еще в Бальбеке я дал вам понять, что вы можете на меня рассчитывать. Вспомнив дерзкую выходку де Шарлю, когда мы с ним прощались в Бальбеке, я отрицательно качнул головой. То есть как, воскликнул он в гневе, его бледное перекошенное лицо также отличалось сейчас от того лица, каким оно было у него всегда, как отличается от тихого моря, море бурным утром, когда вместо привычной для глаза улыбчивой его равнины видишь многое множество змей, брызжущих пеной, ядовитой слюною. — Вы представляете, что не получили моего послания, почти признание, которое должно было напоминать вам обо мне. — Чем была украшена книга, которую я вам послал? — Очень изящными виньетками, — ответил я. — Эх, как плохо знает французская молодежь великие произведения нашего искусства, с презрением в голосе сказал де Шарлю. — Что подумали бы о молодом берлинце, когда выяснилось бы, что он не знает валькирии? — Должно быть, глаза у вас устроены так, что они ничего не видят. Вы же сами мне говорили, что два часа рассматривали этот шедевр. — Я вижу, что в цветах вы разбираетесь не лучше, чем в стилях. — Насчет стилей вам лучше помолчать, — в порыве ярости пронзительно крикнул он. — Вы даже не имеете понятия, на чем сидите. Вы подставили себе под зад вместо глубокого кресла Людовика XIV стульчик эпохи директории. Этак вы примите колени маркизы де Виль-Призи за раковину и черт знает чего натворите. Не узнали же вы орнамента из незабудок Бальбекской церкви на переплете книги Бергота? А уж кажется, на что прозрачнее не забывайте меня. На картине Веласкеса Пики продолжал он победитель, как всякий порядочный человек, идет навстречу униженному врагу. Вот так же и я, поскольку я все, а вы ничто, сделал первый шаг. Вы имели глупость на это ответить, что не мне говорить о благородстве, но я не отступил. Наша религия учит терпению. Терпение, которое я выказал по отношению к вам, мне, надеюсь, зачтется. И я только улыбнулся в ответ на вашу наглость, если только можно назвать наглостью ваше поведение с человеком, который настолько голов выше вас. Но больше, милостивый, государь, мы об этом говорить не будем. Я подверг вас испытанию, которому единственный выдающийся человек нашего времени дал остроумные названия «испытание слишком большой любезностью». И он же с полным основанием умы заключает, что это самое страшное из всех испытаний, и что только оно способно отделить доброе семя от плевел. «Я не стану упрекать вас в том, что вы его не выдержали. Победители редки. Но таково последнее слово, которое я скажу вам на этом свете. Я желаю оградить себя от ваших клеветнических измышлений». Пока де Шарлю не высказался, я был далек от мысли, что его гнев мог быть вызван обидными словами, которые я будто бы кому-то о нем сказал. Я напряг свою память. Нет, я ни с кем о нем не говорил. Какой-то злопыхатель на меня наплел. Я решительно отверг предъявленное мне обвинение. Неужели вы рассердились на меня? За то, что о наших с вами близких отношениях я сказал герцогине германской. Он презрительно усмехнулся, а затем возвысил голос до верхнего регистра и без труда взял самую резкую и самую дерзкую ноту. «Ах, милостивый государь!» сказал он затем с нарочитой медлительностью возвращаясь к своей обычной интонации и словно упиваясь причудливыми переливами нисходящей гаммы. «Я убежден, что вы на себя клеплете, каясь в том, что сказали, будто мы с вами в близких отношениях. Я не могу требовать исключительной точности от человека, которому решительно все равно, что мебель Чипндейла, что стул Рококо. И все же я не думаю...» продолжал он теперь уже ласковым тоном, одновременно с которым на его губах заиграла обворожительная улыбка, и в котором, однако, все усиливался оттенок насмешливости. «Я не думаю, чтобы вы могли сказать или вообразить, будто мы с вами в близких отношениях. Если же вы похвастались тем, что вас мне представили, что вы разговаривали со мной, что мы с вами немножко знакомы, то я почти без всяких просьб с вашей стороны согласился со временем взять вас под свое покровительство. То, напротив, я нахожу, что это вполне естественно и разумно. Существующая между нами огромная разница в возрасте дает мне право указать вам без малейшего желания вас унизить, что то, что вы были мне представлены, что то, что мы с вами разговаривали, что то, что мы с вами только-только познакомились, что все это было для вас, если не честью, мне об этом говорить неудобно, то уж, разумеется, удачей и глупость ваша проявилась не в том, что вы о ней раззвонили, а в том, что вы не сумели ею воспользоваться. Я даже вот что вам скажу, продолжал он неожиданно и ненадолго перейдя от гневного высокомерия к нежности, полной такой душевной боли, что, казалось, он сейчас расплачется. Когда вы ничего не ответили на предложение, которое я сделал вам в Париже, то я это воспринял как совершенно невероятную дерзность. Я же думал, что вы хорошо воспитаны, из хорошей буржуазной семьи, только это определение он презрительно прошипел, до такой степени невероятную, что по своей наивности я объяснял ее всякой чепухой, которая на поверку всегда оказывается враньем. Письмо, видите ли, пропало от того, что адрес был написан неправильно. Я признаю, что это очень наивно. Но святой Бонавентура говорил, что ему легче поверить в то, что бык украл, чем в то, что его брат солгал. Словом, с этим покончено. Книга вам не понравилась, больше мы к этому не вернемся. Но только мне кажется, что вы могли бы. И тут в его голосе послышались непритворные слезы, хотя бы из уважения к моему возрасту написать мне. Я собирался предложить вам нечто до крайности соблазнительное, но только не хотел заранее ставить вас об этом известность. Вы, даже не зная, о чем идет речь, решили отказаться. Это ваше дело. Но, как я уже сказал, всегда можно написать. Я бы на вашем месте и даже на своем написал. Я только по одной причине ставлю свое место выше вашего. Вообще-то, я считаю, что все места равны. Интеллигентные рабочие мне приятнее многих герцогов, но я заслужил право сказать, что отдаю предпочтение моему месту, так как за всю свою долгую жизнь, даже слишком долгую, я ни разу не поступил как вы. Голова до Шарлю оставалась в тени, и мне было не видно, льются ли у него из глаз слезы, слышавшиеся в его голосе. Я уже говорил, что сделал сто шагов вам навстречу, а вы в благодарность отошли от меня на двести. Теперь я ухожу от вас, и больше мы с вами не знакомы. Я забуду ваше имя, но не забуду ваш поступок, чтобы в тот день, когда мне вдруг захочется думать о людях, что они сердечны, учтивы, или хотя бы настолько сообразительны, что не упустят возможности, которые представляются раз в жизни, чтобы сказать себе в тот день, что я слишком высокого о них мнения. Да нет же, если вы кому-то сообщили, что вы со мной знакомы, когда мы с вами были знакомы на самом деле, теперь это уже не соответствует действительности, то я считаю, что тут ничего такого нет, это дань уважения ко мне, словом, это мне приятно. К несчастью в другом месте и при других обстоятельствах вы говорили совсем иное. Клянусь вам, барон, что я ничего обидного про вас не говорил. А кто вам сказал, что я обижен? В бешенстве крикнул де Шарлю и сел на диване, на котором только сию секунду лежал неподвижно. А в это время на лице его извивали смертвенно-бледные вспененные змеи, голос же становился то визгливым, то ракочущим, как покрывающая все звуки беснующаяся буря. Он всегда говорил громко, так что на улице прохожие оглядывались, но сейчас сила его голоса удесетерилась, подобно форте, не на рояле, а в оркестре, да еще переходящему в фортиссимо. Де Шарлю завывал. Неужели вы воображаете, что я могу на вас обидеться? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Смею вас уверить, что ядовитая слюна пятисот ваших приятелей, даже если бы эти мальчишки вскарабкались друг на друга, могла бы запачкать только большие пальцы на моих стопах. В один миг страстное желание убедить Де Шарлю, что я никогда не слышал и не говорил про него ничего дурного, уступило во мне место лютой злобе при этих его словах, которая, как я полагал, могла внушить ему только безмерная его гордыня. Впрочем, быть может, тут действительно хотя бы отчасти повинна была его гордыня. Главную роль играло, однако, еще одно чувство, и вот о нем-то я пока не подозревал, а значит, и не был виновен в том, что он не принял в расчет долю его влияния. Но поскольку это его чувство было мне неведомо, я мог бы, вспомнив, что говорила герцогиня германская помимо гордыни, что-то отнести и за счет ненормальности де Шарлю. Но в тот момент мысль о его ненормальности мне не пришла. Я был уверен, что в нем говорит только гордыня, во мне только ярость. И ярость эту, едва лишь де Шарлю, перестав завывать, заговорил о больших пальцах на своих стопах, заговорил с величественным видом из гримасы отвращения, относившегося к каким-то неведомым клеветникам, эту ярость я уже не мог сдержать. Придя в остервенение, я ощутил жгучую потребность кого-то или что-то бить. Но все же я не настолько обезумел, чтобы утратить уважение к человеку гораздо старше меня, и даже из-за их художественной ценности к стоявшим около него статуэткам из немецкого фарфора. А потому я набросился на новенький цилиндр барона, швырнул его на пол, стал топтать, потом, как не вопил де Шарлю, с ожесточением рвать, содрал подкладку, на две части разорвал корону, и только после этого кинулся к двери и распахнул ее. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что по обеим сторонам двери стоят два лакея, но оба лакея при моем появлении медленно удалились с таким видом, как будто они шли мимо двери, каждый по своим делам. После я узнал, что одного из них звали Бюрнье, а другого Шармель. Гуляющая их походка меня не провела, я прекрасно понимал, что это деланная походка. Другие объяснения показались мне более правдоподобными. Первое состояло в том, что барон принимал иногда гостей, от которых ему могла понадобиться защита, но почему? Он нуждался в сторожевом посте. Второе объяснение состояло в том, что любопытные лакеи подслушивали у двери и не ожидали, что я сейчас выбегу. Третье в том, что всю эту сцену де Шарлю разыграл, предварительно прорепетировав, и что он сам позвал лакеев послушать. Позвал из любви к устройству спектаклей в сочетании, быть может, со своего рода нунгэру дименей, которая всем послужила бы уроком на будущее. Мой гнев не утешил гнева де Шарлю. Мой уход должно быть подействовал на него болезненно. Он звал меня, требовал, чтобы меня не пускали, и, наконец, забыв о том, что он только что, называя свои ноги стопами, разыгрывал из себя божество, опрометью бросился за мной, догнал в передней и встал мне поперек дороги. Полно, сказал он, что за ребячество, зайдите ко мне на минутку. Строго наказывает тот, кто горячо любит, и если я вас строго наказал, то только потому, что горячо люблю вас. Я смягчился слово наказал, пропустил мимо ушей и пошел за бароном, а тот, позвав лакея, без тени смущения велел ему подобрать обрывки цилиндра и принести другой. Скажите, пожалуйста, барон, снова заговорил я с де Шарлю, кто этот сплетник, который возвел на меня на праслину? Я хочу знать, кто он, чтобы вывести лжеца на чистую воду. Кто? Неужели вы не знаете? Неужели вы не понимаете, при ком вы что говорите? Неужели вы думаете, что люди, от которых я получаю сведения, которые оказывают мне подобного рода услуги, не начинают с просьбы держать в тайне свои имена? Неужели вы считаете меня способным изменить своему слову? Вы никак не можете назвать мне его имя, в последний раз порывшись в памяти, но безуспешно, чтобы припомнить, с кем же я все-таки говорил о де Шарлю, спросил я. Вы же слышали, что я дал слово моему осведомителю хранить его имя в тайне, прерывающимся от возмущения голосом, ответил вопросом на вопрос де Шарлю. Я вижу, что у вас пристрастие не только к гнусным сплетням, но и к бесплодному выспрашиванию. Умнее было бы воспользоваться последней нашей встречей, чтобы поговорить о чем-нибудь серьезном, а не переливать из пустого в порожнее. Барон, порываясь уйти, сказал я, вы оскорбляете меня, я беззащитен, потому что вы намного старше меня. Условия у нас с вами неравные, а переубедить вас мне все равно не удастся, хотя я вам поклялся, что ничего не говорил. Так значит, я лгу? громовым голосом крикнул он, и одним прыжком очутился в двух шагах от меня. Вам сказали неправду. Тут де Шарлю заговорил тоном ласковым, задушевным, грустным, так в иных исполняемых без перерыва симфониях, за раскатами грома в первой части следует грациозная, услаждающая слух, идиллическая скерцо. Это я допускаю, заметил он, как правило, пересказывают неверно. Вы сами виноваты, что не воспользовались возможности увидеться со мною, возможностью, которую я предоставлял вам неоднократно. Вы лишили меня самого мощного средства в борьбе с возведенными на вас обвинениями, а ведь вас обвиняют в предательстве. Вы лишили меня ежедневных откровенных бесед с вами, как бы то ни было, правду мне говорили или неправду, на шептывание сделали свое дело. Я уже не могу побороть то чувство, какое они во мне вызвали. Я даже не могу сказать, что кто строго наказывает, тот горячо любит, потому что, хотя я вас строго наказал, но я вас разлюбил. Он насильно усадил меня и позвонил. Вошел еще один лакей. Принесите чего-нибудь выпить и велите заложить карету. Я сказал, что пить мне не хочется, что уже очень поздно и что, помимо всего прочего, экипаж меня ждет. С извозчиком, наверное, расплатились, и он уехал, возразил де Шарлю, так что экипажа у вас нет. Я велел закладывать карету, чтобы отвезти вас домой. Если вы боитесь, что уже очень поздно, я мог бы предоставить ваше распоряжение комнату. Я сказал, что моя мать будет беспокоиться. Ну, так вот, правда это или неправда, но на шептывание сделали свое дело. Моя в известной мере преждевременная симпатия зацвела чересчур рано. С ней случилось то же, что с яблонями, которые вы так поэтично описывали в Бальбеке. Первый же мороз убил ее цвет. Однако де Шарлю действовал так, как будто его симпатия устояла. Твердил, что между нами все кончено, а сам удерживал меня, предлагал чего-нибудь выпить, остаться ночевать, отвезти домой. Его даже как будто пугала мысль, что я уеду, и он останется один. Его словно охватило довольно мучительное чувство страха, какое, так по крайней мере мне показалось, испытывало его невестка и родственница Германт час назад, когда она потребовала, чтобы я побыл у нее еще, потому что я тоже вдруг стал ей на короткое время приятен. Я заметил в нем то же самое стремление продлить удовольствие от общения со мной. Пожалуй, я поеду с вами. Какая дивная луна. Я провожу вас, а затем поеду любоваться луной в Булонский лес. Э-э-э, да вы не умеете бриться, отправляетесь на званные ужина, волоски торчат, сказал де Шарлю, потом взял меня за подбородок двумя точно намагниченными пальцами, и эти его два пальца после секундного колебания, словно пальцы парикмахера поднялись до моих ушей. Посмотреть бы на голубой свет луны в лесу с кем-нибудь вроде вас, вот было бы чудно, произнес он, и в голосе его прозвучала неожиданная и как бы невольная нежность, а затем он с томным видом продолжал, вы ведь все-таки милый, а могли бы быть милее всех. Тут он покровительственным жестом положил мне руку на плечо. «Должен сознаться, что прежде вы мне казались человеком, ничего собой не представляющим». В сущности, у меня были все основания думать, что он не изменил своего мнения. Достаточно было вспомнить, какая злоба кипела в нем всего полчаса назад, и все же у меня создалось впечатление, что сейчас де Шарлю искренен, что доброе его сердце задерживает в нем победу над обидчивостью и над гордыней, которые довели его, как мне представлялось, почти до безумия. Экипаж стоял перед нами, а де Шарлю все еще продолжал говорить. «Ну, садитесь», вдруг сказал он, «через пять минут мы подъедем к вашему дому, я вам скажу «прощайте». Что будет означать «прощайте навек». Раз нам не суждено продолжать наши отношения, то уж лучше, как в музыке, кончить их полным аккордом. Несмотря на все эти торжественные уверения, что больше мы не увидимся никогда, я готов был поклясться, что де Шарлю, сердясь на себя за свою недавнюю вспышку и боясь, как бы я не затаил на него обиду, ничего не имеет против того, чтобы увидеться со мной еще раз. Я был недалек от истины, в чем тут же удостоверился. Вот тебе на воскликнул он сам, и это главное я и позабыл. На память о вашей бабушке я отдал для вас в переплет редкое издание госпожи де Савинье. Увы, значит, нынешнее наше свидание не последнее. Приходится утешаться тем, что трудные дела не часто удается кончить в один день. Вспомните, сколько времени длился венский конгресс. Я поспешил предложить свои услуги, да чтобы вас не беспокоить, я пришлю за книгами. Помолчите, глупыш, прикрикнул на меня до Шарлю, и не ставьте себя в дурацкое положение. Не притворяйтесь, будто вы не дорожите честью быть вероятно, я не говорю наверное, потому что может статься, книги вам передаст Камердинер, принятым мною. Он овладел собой. Я не хочу, чтобы эти слова были моими прощальными словами, никаких диссонансов перед заключительным аккордом, после которого вечная тишина. Видимо, он берег свои нервы, ему было бы слишком тяжело расстаться со мной после тех резкостей, каких он наговорил мне в раздражении. «Вы не изъявили желание прокатиться в Булонский лес», произнес он скорее утвердительным, чем вопросительным тоном, «как мне показалось, не потому, чтобы ему не хотелось предлагать мне прокатиться, а потому, что он боялся, как бы мой отказ не ударил по его самолюбию». Ну, а теперь как раз то время, все тянул он, когда, по словам Уистлера, буржуа возвращаются домой, этими словами он, быть может, хотел задеть мое самолюбие, и когда природа особенно радует глаз. Впрочем, вы даже не знаете, кто такой Уистлер. Тут как раз мы подъехали к моему дому, и он протянул мне руку. Ну, я свою роль сыграл. Скажу еще несколько слов. Быть может, кто-нибудь другой отнесется к вам так же хорошо, как я. Пусть же случай со мной послужит вам уроком. Этого урока вы не забывайте. Хорошее отношение надо ценить. Что нам не под силу осуществить в одиночку, так как на свете есть то, о чем нельзя спрашивать, что нельзя делать, чего нельзя хотеть, о чем нельзя узнать одному, того мы добьемся, если будем действовать сообща, без помощи числа тринадцати, как в романе Бальзака, или числа четыре, как в «Трех мушкетерах». «Прощайте». Де Де Шарлю попросил меня сказать кучеру, чтобы он отвез его домой, и я подумал, что барон устал и отказался от своего намерения любоваться лунным светом. Вдруг он сделал резкое движение, словно передумав, но я уже передал его приказание и, не задерживаясь, подошел к воротам своего дома, позвонил, и мысль, что из-за того, что Де Шарлю неожиданно распалился гневом, я совершенно забыл пересказать ему все, что слышал о германском императоре и о военачальнике Боте, и чем совсем недавно был поглощен, выскочило у меня из головы. К сказанному я должен прибавить, что картинам высшего света, которые рисовал Де Шарлю, придавало необычайную живость сочетанию лютой ненависти, какую он испытывал к одним, и преклонения перед другими. Ненавидел он главным образом молодых людей, обожал преимущественно женщин. Хотя среди женщин на самый высокий пьедестал Де Шарлю возносил принцессу германскую, все же не одни только его загадочные слова насчет некоего недоступного дворца Аладдина, где она жила, явились причиной моей ошеломленности, которая вскоре сменилась страхом, при мысли, уж не жертву ли я злой шутки, которую кто-то придумал, чтобы меня выставили за дверь дома, куда бы я явился без приглашения. Сменилось, когда я месяца через два после ужина у герцогини во время ее поездки в Канн, вскрыв с виду самый обыкновенный конверт, прочел то, что было напечатано на визитной карточке. Принцесса Германская, урожденная герцогиня Баварская, будет дома в такой-то день. Наверное, с точки зрения светского человека, получить приглашение к принцессе Германской было так же просто, как попасть на ужин герцогини. Мои познания в Геральдике подсказывали мне, что титул принца не выше титула герцога. А еще я внушал себе, что мышление светской женщины, в противоположность тому, что утверждал де Шарлю, не может существенно отличаться от мышлений людей одного с ней круга и даже от мышления любой другой женщины. Но мое воображение, подобно воображению Эльстира, создававшего свою перспективу наперекор законам физики, хотя, вероятно, он изучил их, воспроизводило передо мной не то, что я знал, а то, что оно видело. То, что оно видело, иначе говоря, то, что ему показывало имя. Так, даже когда я еще не был знаком с герцогиней, имя Германт, перед которым стоял титул принцесса, подобно ноте, краске или величине, резко меняющимся в зависимости от стоящего перед ними математического или эстетического значка, воссоздавало передо мной что-то совсем другое. Этот титул часто встречается в мемуарах эпохи Людовика Тринадцатого и Людовика Четырнадцатого. И я представлял себе, что когда-то в доме у принцессы Германской по всей вероятности довольно часто бывали и герцогиня Лонгвильская и великий Конде. Если же мои догадки справедливо рассуждал я, то уж я-то вряд ли когда-нибудь туда проникнул. В наших искусственных преувеличениях присутствует элемент субъективности, и о нем я еще буду говорить. Однако есть же во всех этих существах и объективная реальность, и вот она-то и делает их непохожими одно на другое, а иначе и быть не может. Те, у кого мы частые гости, и кто так мало общего имеет с теми, что лишь грезятся нам, ведь это те же самые люди, описания которых мы находим в мемуарах, в письмах замечательных людей, и с которыми нам хотелось познакомиться. Совершенно ничего собой не представляющий старик, ужинающий вместе с нами. Это же тот самый, чье гордое послание принцу Фридриху Карлу мы с волнением прочли в книге о войне 70-го года. Мы скучаем за ужином, потому что наше воображение отсутствует, а когда мы читаем книгу мы увлекаемся, потому что сейчас оно с нами, но люди и за ужином, и в книге одни и те же, мы были бы счастливы познакомиться с госпожой де Помпадур, неизменно оказывавшей покровительство искусством, но мы скучали бы в ее обществе не меньше, чем с нынешними эгериями до того заурядными, что первый же к ним визит отбивает у нас охоту поддерживать с ними отношения. И все же разница между ними есть. Полного сходства между людьми не бывает. Манера наших знакомых держать себя с нами, хотя бы мы относились к ним одинаково дружелюбно, различно, но эти различия в конечном итоге сглаживаются. Герцогиня де Мон Маранси любила говорить мне колкости, но если я нуждался в ее помощи, она немало немедля употребляла все свое влияние, чтобы помочь мне не на словах, а на деле. А, например, герцогиня германская никогда не обижала меня, говорила мне только что-нибудь приятное, была необычайно радушна, поскольку радушие входило с основной частью в широкий образ нравственной жизни германтов, но зато, если бы я попросил ее осущей безделицы, помимо входившего в ее программу, она не ударила бы палец о палец, так в иных имениях к вашим услугам автомобиль и коммердинер, но зато вы там не добьетесь стакана сидра, так как те, кто устанавливал распорядок празднеств, не предусмотрели, что вам захочется сидру. Которая же из двух женщин была мне настоящим другом? Герцогиня де Мон-Моранси, которой нравилось подпускать мне шпильки, но которая всегда была готова помочь мне? Или герцогиня германская, которой было больно, когда мне хоть чем-нибудь досаждали, но которой трудно было оказать мне ничтожнейшую услугу? И вот еще что. Многие говорили, что герцогиня германская болтает только о разных пустяках, а ее родственница, далеко не такая умная, всегда говорит о вещах интересных. Направления умов крайне разнообразны, прямо противоположны не только у литераторов, но и у людей светских, так что не одни лишь Бодлер и Мереме имеют право презирать друг друга. Отличительные особенности ума вырабатывают в каждом человеке свое выражение глаз, свою манеру изъясняться, свой образ действий, и все это создает взаимосвязанную систему, до такой степени деспотичную, что когда мы общаемся с кем-либо, нам кажется, что лучше этого человека нет. Все, что говорила герцогиня германская, выведенная как теорема из особого склада ее ума, я принимал за истину. И в общем, я был с ней согласен, когда она утверждала, что герцогиня де Мон-Маранси глупа, что она любит рассуждать о вещах, в которых ничего не смыслит, или когда узнав, что герцогиня де Мон-Маранси причинила кому-нибудь зло, она говорила, вот вы считаете ее доброй, а по-моему, она изверг. Но это тирания окружающей действительности, это очевидность света лампы, при котором далекая уже заря меркнет, как воспоминание о чем-то самом обыкновенном. Переставали на меня действовать в отсутствие герцогини германской, когда еще какая-нибудь дама, державшаяся со мной запросто и считавшая герцогиню гораздо ниже себя, говорила мне, в сущности Ариана ничем и никем не интересуется, или даже о чем в присутствии герцогини помыслить было невозможно, так отрицательно и относилась она к этому явлению, Ариана Снобка. В силу того, что викантесса Дарпажон и герцогиня де Монморанси представляли собой величины неодинаковой, и никакая математика ничего бы тут не могла поделать, я так бы никогда и не ответил на вопрос, у кого из них, по моему мнению, больше достоинств. Так вот, когда речь заходила об отличительных чертах салона принцессы германской, то чаще всего отмечалась его замкнутость, отчасти объяснявшаяся тем, что принцесса была королевского рода, главным же образом можно сказать допотопностью принца, опутанного со словными предрассудками, над чем герцог и герцогиня, кстати сказать, постоянно при мне посмеивались, и вот эти-то самые его предрассудки и заставляли меня с особым недоверием отнестись к тому, что меня приглашает человек, который только с высочествами да со светлостями и водится, и который за каждым ужином закатывает скандал из-за того, что его посадили не на то место, на каком ему полагалось бы сидеть при Людовике XIV, что благодаря необычайной широте его познаний в области истории и генеалогии только ему одному и было известно. Вот отчего многие светские люди, сравнивая родственников, отдавали предпочтение герцогу и герцогине. Герцг и герцогине люди гораздо более современные, гораздо более интеллигентные, они не занимаются, как другие, подсчетом колен родословного древа. Их салон на триста лет опередил салон их родственников, вот что говорилось обычно. И, вспоминая эти фразы, я вздрагивал при одном взгляде на приглашение, так как эти фразы укрепляли меня в мысли, что оно прислано каким-нибудь мистификатором. Если бы герцог и герцогин и германские не уехали в Канн, я бы попытался разведать с их помощью, не подшутил ли кто-нибудь надо мной. Мои сомнения не коренились даже, чем я постарался бы себя утешить, в чувстве, которое, казалось бы, не должны испытывать люди светские, но которое писатель, хотя бы он и принадлежал к светской касте, обязан воссоздать, во-первых, чтобы быть объективным, а во-вторых, чтобы оттенить своеобразие каждого класса. Между тем, недавно я нашел в прелестных мемуарах, описание сомнений, похожих на те, какие появились у меня при виде приглашения от принцессы. Нам с Жоржем, а может быть, нам с Эли, проверить я не могу, потому что книги у меня под рукой нет, так безумно хотелось попасть в салон госпожей Далессер, что, когда мы получили от нее приглашение, то решили из осторожности каждой своими путями дознаться, не пахнет ли тут первым апреля. А ведь рассказывает об этом никто иной, как граф Досонвиль, женившийся на дочери герцога Дебройля. А другой молодой человек, который своими путями намеревался дознаться, не дурачат ли его, это, в зависимости от того, Жорж он или Эли, кто-нибудь из двух неразлучных друзей графа Досонвиля, Даркур или принц де Шаля. В самый день приема у принцессы Германской я узнал, что герцог и герцогиня накануне вернулись в Париж. Я решил зайти к ним утром. Но они с мужем куда-то рано уехали и пока еще не вернулись. Чтобы подкараулить их, я засел в конурке, которая показалась мне вполне подходящим помещением для сторожевого поста. Но оказалось, что как наблюдательный пункт она никуда не годилась, так как наш двор отсюда был виден плохо. Но зато моему взгляду представились другие дворы, и хотя их созерцание не принесло мне никакой пользы, все же на некоторое время оно развлекло меня. Не только в Венеции, но и в Париже есть такие прелестительные для художников места, откуда открывается вид на множество домов. Я назвал Венецию не случайно. На бедные кварталы именно Венеции бывают похожи по утрам бедные кварталы Парижа, с их высокими расширяющимися кверху трубами, на которые солнце кладет яркую-яркую розовую, свежую-свежую красную краску. Целый сад цветет над домами, цветет с таким разнообразием оттенков, что можно подумать, будто это в самом деле сад, насаженный над городом каким-нибудь любителем дельфтских или гарлемских тюльпанов. Этого мало. Благодаря тому, что некоторые комнаты, лепящихся один к другому домов, выходят окнами во двор, разделяющий эти дома, каждый оконный проем превращается в раму. и в какой-нибудь израам видна кухарка, которая, о чем-то задумавшись, уставила глаза в пол, а в другой подальше девушка и расчесывающая ей волосы старая ведьма, черты лица которой расплываются в полумраке. На расстоянии звуков не слышно, через дворы они не перелетают, и потому каждый дом показывает соседнему в застекленных четырехугольниках немые телодвижения, дома, размещая рядом голландские картины, устраивают громадную выставку. Правда, из особняка германтов такие виды не открывались, но зато открывались другие не менее любопытные, в особенности с того своеобразного тригонометрического пункта, который я выбрал, когда я смотрел с этого пункта перед собой, то ничего не задерживало моего взгляда вплоть до отдаленных, почти не застроенных пологих возвышенностей, за которыми стоял дом, где жили принцесса Селестрийская и маркиза де Пласак, родственницы герцога германского из высшей знати, с которыми я не был знаком. До самого этого дома, который принадлежал их отцу де Бракиньи, не было ничего, кроме тянувшихся в разных направлениях невысоких построек, которые, не задерживая взгляда, своими наклонными плоскостями как бы удлиняли пространство. Крытая красной черепицей башенка сарая, где стояли экипажи маркиза де Фрекура, увинчивалась шпилем, но шпиль, напоминавший о красивых старинных зданиях, одиноко взметывающихся ввысь у подножья швейцарских гор, был до того тонок, что ничего собою не закрывал. Все эти строения с трудом различимые, разбросные там и сям, создавали впечатление, что дом маркизы де Бласак стоит гораздо дальше, как будто вас отделяло от него несколько улиц или множество горных отрогов. На самом деле он находился на довольно близком расстоянии, но его отдалял один из тех обманов зрения, какие бывают в Альпах. Когда комнаты в доме проветривались, его широкие квадратные окна, сверкавшие на солнце, словно горный хрусталь, бывали открыты, то, напрягая зрение, чтобы разглядеть на разных этажах лакеев, выбивавших ковры, вы испытывали такое же наслаждение, какое доставляют вам на картинах Тернера или Эльстира путешественник в дилижансе или проводник на склоне Сен-Гатарда. Но с этой видовой площадки я мог бы и не разглядеть возвращающихся герцога и герцогиню германских. И поэтому, возобновив после полудня наблюдения, я просто-напросто стал на лестнице. Отсюда я не мог бы не заметить, что ворота отворяются. Но ослепительные альпийские красоты дома Бракиньи с занятыми уборкой лакеями, дальностью расстояния превращенными в малюсеньких человечков, здесь уже не являлись моему взгляду. Так вот, это ожидание на лестнице имело для меня столь важные последствия, благодаря ему я увидел такой замечательный пейзаж, правда, не тернеровский, а моральный, что рассказ о нем лучше ненадолго отложить, а сперва рассказать о том, как я побывал у германтов после их возвращения. Меня принял герцог у себя в кабинете. В дверях я столкнулся с совершенно седым, бедно одетым, маленького роста человеком, с черным галстучком, как у комбрейского нотариуса и как у некоторых приятелей моего дедушки. Но вид у него был еще более робкий, он отвешивал мне низкие поклоны и ни за что не соглашался, чтобы я уступил ему дорогу. Я не расслышал, что крикнул ему герцог. В ответ посетитель опять начал кланяться на уже стене, герцог не мог его видеть, а он все кланялся и кланялся, так зачем-то улыбаются люди во время телефонного разговора. Посетитель говорил фальцетом. Он еще раз мне поклонился, так подобострастно кланяются ходатай по делам. Впрочем, может статься, это и был поверенный искомбре. Так он своим провинциальным, старомодным и кротким видом напоминал тамошних маленьких людей, приниженных старичков. Ариана сейчас придет, сказал мне герцог, как только я вошел. Сван должен сейчас принести ей корректуру своей статьи о монетах Мальтийского ордена и еще того хуже огромные фотографии этих монет с обеих сторон. Поэтому Ариана решила поскорее одеться, чтобы успеть посидеть с ним перед тем, как ехать обедать. Мы и так завалены вещами, спасенья от них нет. Я просто не знаю, куда приткнуть фотографии Свана. Но у меня чересчур любезная жена, она безумно любит доставлять людям удовольствие. Она уверена, что Свана будет приятно показать ей одного за другим всех гроссмейстеров ордена, медали которых он нашел на Родосе. Я сказал, Мальтийского? Нет, Родосского. Но это один и тот же орден, орден святого Иоанна Иерусалимского. В сущности Родосский рыцарь интересует ее постольку, поскольку ими поглощен сван. Наш род теснейшим образом связан со всей этой историей, связан даже еще и теперь. Мой брат, с которым вы знакомы, один из самых видных деятелей в Мальтийском ордене. Но если бы об этом заговорил с Арианой я, она и слушать бы не стала. А вот сван, изучая тамплиеров, диву даешься, с каким увлечением люди, исповедующие одну веру, занимаются изучением другой, подошел к истории родостских рыцарей, наследников тамплиеров, Ариана тут же загорелась желанием посмотреть их головы. По сравнению с люзиньянами, королями Кипра, от которых мы ведем свое происхождение по прямой линии, это мелкота, но так как с Иван пока люзиньянами не занят, Ариане никакого дела до них нет. Я не мог сразу сказать герцогу, зачем я пришел. Дело в том, что герцогиня, которая часто принимала визитеров до обеда, явились ее родственницы или приятельницы, в частности принцесса Селестрийская и герцогиня де Монрос, но так как герцогине не показывалось, они зашли на минутку к герцогу, пришедшая раньше других принцесса Селестрийская, просто одетая, сухопара с приветливым выражением лица держала в руке тросточку. Я подумал, что она ушиблась или больна, но вскоре я убедился, что она прекрасно себя чувствует. Она с грустью заговорила о двоюродном брате герцога, не со стороны германтов, а по линии другого, если только это возможно еще более славного рода, о том, что в состоянии его здоровья, за последнее время сильно пошатнувшегося, наступило резкое ухудшение. Было ясно, что герцогу, жалевшему своего двоюродного брата и все повторявшему бедной мама, славный он малый, хотелось верить в благополучный исход. Дело в том, что обед, на который собирался герцог, обещал быть приятным, на званом вечере у принцессы германской, по его расчету, не должно было быть скучно, а главное его привлекал начинавшийся в час ночи роскошный ужин и костюмированный бал, для которого ему уже был приготовлен костюм Людовика XI, а герцогиней Изабеллы Баварской. И герцог не желал отравлять эти развлечения мыслью о тяжелом недуге милейшего Аманьена Досмона. Потом с визитом к Базену пришли еще две дамы тоже с тросточками, маркиз де Плассак и госпожа де Трем, дочери графа де Брекиньи, и сказали, что его двоюродный брат Мама безнадежен. Герцог повел плечами, и чтобы переменить разговор, спросил, не собираются ли они на вечер к Марии Жильбер. Дамы ответили, что не пойдут, так как Аманьен при смерти, и что не пойдут они и на обед, на который собирался герцог, и на котором, по их словам, должны были быть брат короля Феодосия, инфанта Марии Консепсион и прочие. Так как маркиз Дасмон приходился Базену более близким родственникам, то Базену показалось, что этим бойкотом дамы выражают ему неодобрение, и он был с ними не очень любезен. Хотя они спустились с высот особняка Брэкиньи, чтобы повидать герцогиню, а вернее, чтобы уведомить ее о том, что состояние здоровья родственника герцогской четы внушает тревогу, и что, следовательно, и герцогу, и герцогине должно быть не до увеселений, но посидели недолго. Опираясь на Альпенштоки, Вальпургия и Доротея, так звали сестер, двинулись по крутой тропинке к себе на гору. Я так и не догадался спросить у германтов, зачем многие из Сен-Жерменского предместия разгуливают с тросточками. Быть может, они считали всю эту часть города своим владением, а ездить на извозчиках не любили и предпочитали длинные прогулки пешком, но некоторые из них, заядлые охотники, часто падали с лошади, ломали себе ноги и переломы не заживали, а другие просто-напросто нажили себе ревматизм от того, что левый берег сены сырой и от того, что было сыро в их старых замках, вот почему они по всей вероятности и ходили с тросточками. А может быть, они не совершали дальних походов. Просто-напросто, сойдя в свой сад, неподалеку от сада герцогини, чтобы набрать фруктов для компота, они на возвратном пути заходили повидаться с герцогиней германской, но являться к ней с садовыми ножницами или с лейкой все-таки не решались. Герцог, видимо, был тронут, что я пришел к нему в день его приезда, но по его лицу прошла тень, как только я сказал, что зашел попросить его жену навести справки, приглашает для меня принцесса. Я попросил об одном из тех одолжений, которые герцог и герцогиня германские делать не любили. Герцог ответил, что теперь поздно, что если принцесса не посылала мне приглашение, то она может подумать, что он выпрашивает его для меня, а он однажды уже нарвался на отказ и больше не желает в какой бы то ни было форме оказывать на своих родственников давление, ввязываться в это дело. Наконец, что он точно еще не знает, может быть, он и герцогиня прямо со званого обеда поедут домой и что в таком случае, чтобы принцесса не обиделась, лучше всего скрыть от нее, что они вернулись в Париж, а что если бы не это обстоятельство, то они, разумеется, немедленно спросили бы ее насчет меня в записке или по телефону, хотя, впрочем, теперь, конечно, поздно, так как, вернее всего, список приглашенных уже составлен. «Ведь вы же с ней не в плохих отношениях», подозрительно поглядев на меня, сказал он. «Германтам, из боязни, как бы им не заплясать под чужую дудку и ненароком кого-нибудь с кем-нибудь не помирить, всегда хотелось быть точно осведомленными о всех происшедших за последнее время ссорах». Герцог предпочитал самостоятельно принимать решения, когда, по его мнению, нужно было проявить жестокость. «Понимаете, дружок», сказал он с таким видом, как будто его только сейчас осенило, «я лучше не буду говорить о Реане о вашей просьбе». «Вы же знаете, какая она обязательна и что ее любовь к вам безгранична. Как бы я ее не отговаривал, она непременно пошлет принцессе записку, и уж тогда, если она устанет после обеда, у нее не будет никаких уважительных причин, придется ехать на вечер». «Да-да, я ей ничего не скажу». «Она сейчас выйдет, прошу вас, ни слова. Но если вы все-таки решитесь пойти на вечер, мы, конечно, будем счастливы увидеться с вами». Вошел лакей. «Ее светлость приказала спросить вашу светлость, не может ли ваша светлость принять господина Свана, а то ее светлость еще не совсем готова». Герцогу скоро надо было идти одеваться, но, посмотрев на часы, он убедился, что в его распоряжении есть еще несколько минут. «Попросите господина Свана сюда», сказал он лакею и обратился ко мне. «Сама же позвала Свана и, конечно, еще не готова. Не говорите при Сване о вечере у Мари Жильбер. Я не знаю, пригласили ли его. Жильбер его очень любит, он уверен, что Сван незаконный внук герцога Бериск. Это целая история. А иначе стал бы Жильбер с ним цацкаться. Представляете себе, это Жильбер, который за сто шагов, завидев еврея, падает в обморок. Но теперь все усложнилось из-за дела Дрейфуса. Сван должен был бы понять, что ему в первую очередь следует порвать с евреями всякие отношения, а он высказывает мнения, которые могут только настроить против него. Герцог позвал Лаке, чтобы узнать, не вернулся ли посыльник до Осмону. План у герцога был такой, поскольку он имел все основания полагать, что его двоюродный брат не выживет, ему хотелось получить о нем сведения до его кончины, иными словами, до вынужденного траура. Если б он узнал из первых рук, что Аманьен еще жив, он улизнул бы на званый обед, на вечер у принца, на бал, где он щеголял бы в костюме Людовика одиннадцатого, и где у него было назначено занимавшее все его мысли свидание с новой возлюбленной. А известие он получил бы только на другой день после всех увеселений. Вот тогда, если бы Аманьен скончался вечером, можно было бы надеть траур. Нет, ваша светлость, он еще не приходил. Отчет! У нас в доме все доводится до последней секунды, вскричал герцог. У него мелькнула мысль, что Аманьен может быть уже отдал концы, в вечернюю газету успеют тиснуть объявление, и тогда прощай, костюмированный бал. Герцог потребовал тан, но в газете ничего не было. Я очень давно не видел Свана, и теперь некоторое время находился в недоумении, носил ли он раньше короткие усы, стригся ли бобриком, словом, я нашел в нем какую-то перемену. Он и в самом деле очень переменился, он был очень болен, а болезнь также резко меняет лицо, как отпущенная борода, как стрижка на прямой или косой пробор. Сван был болен той же самой болезнью, от которой скончалась его мать, и заболел он в том же возрасте, что и она. В нашей жизни впрямь такое огромное значение имеют каббалистические числа, дурной глаз, что кажется, будто и правда она в руках у колдуней. Если существует средняя продолжительная жизни человеческого рода в целом, то существует и средняя продолжительная жизни отдельных семей, то есть похожих друг на друга членов семей. Сван был одет элегантно, и в этой элегантности, похожей на элегантность его жены, улавливалось сочетание того, каким он стал, с тем, каким он был прежде. Светло-серый сюртук подчеркивал его статность и стройность, руки облегали перчатки, белые с черными полосками, в одной руке он держал серый цилиндр с раструбом, такого фасона цилиндры изготовлялись дельоном только для него, для принца де Сагану, для де Шерлю, для маркиза де Моден, для Карла Гааса и для графа Луи де Тюрена. На мой поклон Сван ответил очаровательной улыбкой и сердечным рукопожатием, и это меня поразило. Мы со Сваном так давно не видались, что сразу он мог бы меня и не узнать. Я выразил ему свое удивление. Он захохотал, но так, как будто он на меня слегка рассердился. Потом еще раз пожал мне руку. Мысль, что он может меня не узнать, как бы свидетельствовала о моих подозрениях, не выжил ли он из ума и не был ли он всегда ко мне равнодушен. А между тем мои подозрения были основательны. Впоследствии я выяснил, что он узнал меня только когда меня назвали по имени. Но после того, как герцог обратился ко мне ни в выражении лица Савана, ни в выборе слов, ни в теме разговора, ни в чем не проскользнуло, что это для него неожиданность. До того искусно и до того уверенно играл он роль светского человека. Он вносил в свою игру непринужденность и свойственную ему личную изобретательность, изобретательность даже в манере одеваться, именно то, что вносили в нее и германты. Так что поклон, который сделал мне неузнавший меня старый клубмен, это был не холодный и чопорный поклон светского человека, заботящегося лишь о соблюдении формальностей. Это был поклон действительно любезный, по-настоящему обворожительный. Так кланялась, например, герцогиня германская, она даже начинала улыбаться при встрече, еще до того, как вы ей поклонились, из протеста против почти машинальных поклонов, характерных для дам из Сен-Жерменского предместья. И свою шляпу, придерживаясь уже мало кем соблюдавшего события, положил на пол около себя, и, вдобавок, шляпа была у него отделана зеленой кожей. Это было не принято, но Сван уверял, что так она гораздо меньше пачкается, а на самом деле об этом он, однако, умалчивал, так она ему больше шла. Послушайте, Шарль, вы же большой знаток, подойдите ко мне, я вам сейчас что-то покажу, а потом, друзья мои, я, с вашего позволения, ненадолго оставлю вас вдвоем, мне надо переодеться. Впрочем, я думаю, что Ариана сейчас выйдет. И тут герцог показал Свану своего Веласкеса. Кажется, я это уже где-то видел, сказал Сван, его лицо исказило гримаса, какая появляется на лице у больных людей, которым даже трудно говорить. Да, сказал герцог, он был озадачен тем, что знаток сразу же не пришел в восторг. Вы, вероятно, видели эту картину у Жильбера. Ах, да, в самом деле, теперь я припоминаю. Как вы думаете, кто это? Если картина принадлежала Жильберу, то, вероятно, это кто-нибудь из ваших предков, ответил Сван с насмешливой почтительностью к знатности происхождения. Он считал, что презирать ее неучтиво и неумно, но в то же время считал хорошим тоном говорить о ней с издевочкой. — Вернее всего, с недовольным видом сказал герцог, это бозон, герман, не помню только который по счету, ну да я на них плевать хотел. Вы же знаете, что я не такой феодал, как Жильбер. Но мне говорили, что это портрет кисти Риго, Миньяра, даже Веласкеса, скричал герцог и впился в Свана взглядом инквизитора и палача, чтобы прочитать его мысли и в то же время оказать влияние на ответ. Ну так кто же? Герцог обладал способностью добиться нужного ему ответа, а через несколько минут поверить в то, что человек в самом деле так думал. Говорите правду. Вы думаете, это кто-нибудь из звезд первой величины, которых я перечислил? Нет, ответил Сван. Ну, я-то в этом ничего не смыслю, я нипочем не сумею определить, чья это мазня, но вы любитель живописи, вы человек сведущий. Кому же вы это приписываете? Сван бросил нерешительный взгляд на картину, видно было, что она производит на него ужасное впечатление. Вашему врагу? со смехом ответил он герцогу, и тот вспыхнул. Я прошу вас обоих, будьте добры, подождите Ариану, сказал он, успокоившись, а я надену фрачишку и сейчас приду. Я велю передать моей хозяйке, что вы ее ждете. Я заговорил со Сваном о деле Дрейфуса и задал ему вопрос, почему все германты анти-Дрейфусары? Во-первых, потому, что в глубине души они все антисемиты, ответил Сван. Он знал по опыту, что некоторые германты не антисемиты, но, как всякий ярый сторонник каких-либо взглядов, он предпочитал объяснять противоположную позицию, занимаемую другими, предвзятостью мысли, предрассудком, с которым нельзя бороться, а не воззрениями, против которых можно спорить. Кроме того, преждевременно достигнув своего земного предела, он, как затравленный зверь, не вынес гонений и вернулся к вере своих отцов. О принце германском я, правда, слышал, что он антисемит, сказал я, но о нем и говорить нечего. Он дошел до того, что это, когда он был офицером, предпочел терпеть адскую зубную боль, только не обращаться к единственному в тех краях донтисту, потому что донтист был еврей. А еще как-то раз он не отстоял от огня флигель в собственном имении, потому что ему надо было просить насосы у своего соседа Ротшильда. Вы вечером к нему не пойдете? Пойду, ответил Сван, хотя я очень устал. Я получил от него письмо, он пишет, что ему нужно о чем-то со мной поговорить. Я чувствую, что разболеюсь, и мне будет не до встреч с ним, ни у него, ни у меня. Это будет меня нервировать, поэтому я предпочитаю отделаться сегодня. Но ведь герцог германский не антисемит. Как же не антисемит, когда он антидрейфусар, возразил Сван, не замечая, что это требование основания. И тем не менее, мне жаль было разочаровывать этого человека, ох, как я непочтительно выражаюсь, разочаровывать герцога. Мне было бы приятнее расхваливать его мнимого миньяра или кого-то там еще. Ну, а герцогиня возвращаясь к делу Дрейфуса, продолжал я, она женщина интеллигентная. Да, она очаровательная женщина, хотя, по-моему, она была еще очаровательнее, пока именовалась принцессой де Лом. В ее остроумии появилась желчность. У знатной молодой девушки все это было мягче, а, впрочем, и молодежь, и те, что уже в годах, и мужчины, и женщины, все это люди другой породы, и ничего с этим поделать нельзя. Многовековой феодализм в крови даром не проходит. Но ведь Дрейфусар же, Роберда Сенлу, ну что ж, это делает ему честь, особенно если принять во внимание, что его мать пышет к Дрейфусу злобой. Мне про него именно так и говорили, но я не поверил. Это меня очень радует и не удивляет. Он человек вполне интеллигентный, а в данном случае это очень важно. Вы с ним видитесь? Спросил я Свана, имея в виду Сенлу. Нет, совсем не вижусь. Недавно я получил от него письмо. Он хотел, чтобы я попросил герцога Демуши и еще кого-то голосовать за него в Джокей-клобе, но у него все там прошло как по маслу. Несмотря на дело Дрейфуса, об этом даже и разговору не было. Но уж после голосования я туда не ногой. Вошел герцог, а вслед за ним его жена, уже переодевшаяся, статная, великолепная, в красном атласном платье. Юбка у нее была отделана блестками. В волосах у нее было большое страусовое перо, окрашенное в пурпур. На плечи накинут тюлевый шарф, опять-таки красного цвета. «Не очень нравится зеленая отделка вашей шляпы», заметила герцогиня от взгляда которой не ускользала ничто. «Да у вас, Шарль, все хорошо, и то, что вы носите, и то, что вы говорите, и то, что вы читаете, и то, что вы делаете». Сван, притворяясь, что не слышит, рассматривал герцогиню, как рассматривают мастерски написанную картину, затем, встретившись с ней глазами, сложил губы так, словно хотел сказать «Здорово!» герцогиня засмеялась «Вам нравится мой туалет? Я очень рада». «А вот мне самой он, признаться, сказать, не особенно нравится», с недовольным видом проговорила она. «Боже мой, как это скучно одеваться, выезжать, когда так хочется посидеть дома». «Пхи чудные рубины!» «Ах, милые Шарль, сразу видно, что вы понимаете в этом толк, не то, что скотина Монсерфей. Он спросил, настоящие ли они. Признаться, я никогда таких не видела. Это подарок великой княгине. По-моему, они крупноваты, чуточку напоминают полную рюмку Бордо, но я их надела, потому что вечером мы увидим великую княгиню у Марии Жильбер, пояснила герцогиня, не подозревая, что эти ее слова изобличают во лжи герцога. «А что будет у принцессы?» спросил Сван. «Ничего особенного», поспешил ответить герцог. Из вопроса, заданного Сваном, он заключил, что Свана не пригласили. «Да что вы, Базен, там будет всякой твари по паре. Давка начнется такая, что как бы не затолкали». «Одно там должно быть прекрасно, глядя на Свана с таким видом, как будто она что-то предвкушает», продолжала герцогиня. «Вот только боюсь, как бы в конце концов не собралась гроза. Это дивный сад, вы его видели? Я там была месяц назад, когда цвела фирень, красота неописуемая, и потом еще фонтаны, ну, прямо Версаль в Париже». «А что собой представляет принцесса?» спросил я. «Да ведь вы же ее у нас видели. Чудо, как хороша собой. Глуповато, необыкновенно обаятельно, несмотря на все свое немецкое высокомерие и чрезвычайно отзывчиво, и то и дело садится в лужу. От наблюдательного свана не укрылось, что герцогиня хочет сейчас блеснуть германским остроумием, но отделавшись по дешевке. Это были старые, уже потертые ее словечки. Тем не менее, в доказательство того, что он понял герцогиню, желавшую посмешить его, и в знак того, что она своей цели достигла, сван улыбнулся, хотя чуть-чуть напряженной улыбкой. И этот особый вид неискренности вызвал во мне то же чувство неловкости, какой я испытывал во время разговора моих родителей с Вентейлем о падении нравов в некоторых слоях общества, а между тем мои родители прекрасно знали, что уж на что хуже нравы в Монжвене. Или когда я слушал изысканную речь Леграндена, беседовавшего с глупцами, и отлично знавшего, что эти богатые, шикарные, но необразованные люди его не поймут. — Риана, что вы болтаете, — вскричал герцог, — Мари глупа? Она массу читала, отличная музыкантша. — Базен, милый мой мальчик, вы что только вчера родились, неужели вы не знаете, что все это не мешает человеку быть глуповатым? Впрочем, сказать про нее, что она глупа, это было бы преувеличение, нет. Она смесь всего, она Гессендармштадт, священная империя, и к тому же еще Рохля. Уже один ее выговор раздражает меня, но я признаю, что она очаровательная сумма сбродка. Чего стоит хотя бы эта затея, сойти со своего германского трона и, как самая обыкновенная мещанка, выйти замуж за простого смертного? Ведь она же сама его выбрала. — Ах, да, — обратилась она ко мне, — вы не знаете Жильбера. Вот вам один штришок. Он слег, когда ему сказали, что я завезла карточку госпоже Карно. — Да, Шарль, милый, заметив, что упоминание карточки завезенной госпоже Карно разозлила герцога, переменила разговор герцогиня. Вы так и не прислали фотографии родостских рыцарей, а между тем, наслушавшись ваших рассказов, я полюбила их и мечтаю с ними познакомиться. Герцог смотрел на жену в упор. — Ариана, — Уж говорить-то говорить всю правду. Надо вам сказать, с целью поправить герцогиню, обратился он к Свану, что жене тогдашнего английского посла, женщине очень доброй, но витавшей в облаках, известной своей бестактностью, пришла в голову довольно странная мысль пригласить нас вместе с президентом и его супругой. Нас это удивило даже Ариану, тем более, что у жены посла было довольно много знакомых среди людей, ни в чем нам не уступающих, и она смело могла бы не звать нас на такое разношерстное сборище. Вошел лакей. Это был молодой жених. Его вражда с привратником дошла до того, что герцогиня по доброте своей вмешалась и добилась того, что между ними установился худой мир. Мне надо будет пойти справиться о здоровье господина маркиза Досмона, спросил лакей. Ни в коем случае не ходите, даже и не думайте, а еще лучше, если вечером вас здесь не будет. Его лакей, ваш знакомый, может прийти сюда с вестями и пошлет вас к нам. Ступайте, идите куда угодно, повеселитесь, можете даже не ночевать дома, только чтобы вас не было здесь до утра. Лакей был на седьмом небе. Наконец-то ему можно будет долго побыть со своей невестой, а то ведь они почти не виделись с того дня, когда, после очередного скандала с привратником, герцогиня в деликатных выражениях посоветовала ему в избежании дальнейших столкновений совсем не выходить из дому. Он утопал при одной мысли, что ему наконец-то выдался свободный вечер в блаженстве, а герцогиня это заметила и поняла. Сердце у нее сжалось, во всем теле она ощутила зуд при виде счастья, которым человек наслаждался без ее разрешения, таясь от нее, и герцогиню охватили злоба и ненависть. Нет, Базен, как раз наоборот, он должен быть здесь, ему нельзя ни на секунду отлучиться из дому. Но ведь это же глупо, Ариана, вся ваша прислуга дома, а в двенадцать часов придут еще костюмеры и костюмерши одевать нас на бал, он здесь совсем не нужен, и только он один из всех наших слуг водит компанию с лакеем Мама, вот почему мне главным образом и хочется его сопровадить. А я прошу вас, Базен, не отпускать его, вечером он должен будет исполнить одно мое поручение, вот только я сейчас не могу сказать точно, в котором часу, ни шагу из дому слышите? Обратилась она к лакею, лицо которого изображало отчаяние. В этом доме все время вспыхивали ссоры, прислуга здесь не приживалась, и виновником этой непрерывной войны был один и тот же человек, но только не привратник, хотя орудия пыток наиболее утомительных для палача и всю черную работу по науськиванию одного на другого, кончавшуюся дракой, герцогиня доверяла ему. Надо, впрочем, заметить, что сам привратник не подозревал, какую роль он играет. Как и всех слуг герцогини, его умиляла ее доброта. Они, отличавшиеся проницательностью лакеи, получив расчет, заходили к франсуазе проститься и говорили, что если бы не будка привратника, то лучшего места, чем в доме у герцога, нельзя было бы найти во всем Париже. Герцогиня делала из будки привратника пугало, как долгое время делали пугало из клерикализма, из масонства, из еврейской опасности и так далее. Вошел лакей. Почему мне не передали пакеты, которые прислал господин Сван? Да, вот еще что. Вы знаете, Шарль, что мама очень болен. Жюля посылали узнать о здоровье господина маркиза до Смона? Он еще не вернулся? Только что пришел ваша светлость. Все так полагают, что кончина господина маркиза близка. Ах, так он еще жив, облегченно вздохнул, воскликнул герцог. Кончина, кончина, а вы дурачина. Пока человек жив, надежду терять нельзя, обратившись к нам с веселым видом, сказал герцог. А мне говорили о нем так, как будто он уже мертв и похоронен. Через неделю он будет молодец, молодцом. Доктора говорят, что он умрет вечером. Один из них обещал навестить больного ночью, а главный доктор сказал, что приезжать незачем. Господина маркиза он в живых уже не застанет. Господина маркиза поддерживает только промывание камфорным маслом. Да замолчите вы, болван, вне себя от ярости, крикнул герцог. Никто вас не спрашивает. Вы ничего не поняли из того, что вам было сказано. Было сказано не мне, а Жюлю. Да замолчите вы, наконец, взревел герцог и сейчас же обратился к Свану. Он жив. Какое счастье. Мало-помалу сила у него восстановится. Пережить такой кризис, значит, дело пойдет на поправку. Сразу не выздоравливает, а легкое промывание камфорным маслом. Это даже приятно. Он жив. Чего же еще надо? Потирай руки, продолжал герцог. Раз он сумел перенести то, что ему суждено было вынести, это уже хорошо. У него такой могучий организм, что ему можно только позавидовать. А потом за здоровыми так не ухаживают, как за больными. Мой повар Мастак, он приготовил мне на завтрак жареную баранину под бярнским соусом. Не могу не отдать ему должного. Пальчики оближешь. Но именно поэтому я столько съел, что у меня до сих пор в желудке тяжесть. А ведь вот никто же не приходит узнавать о моем здоровье, как приходит узнавать о здоровье моего дорогого Аманьена. Чересчур часто приходят. Это его утомляет. Надо дать ему отдохнуть. От посетителей отбою нет. Этак и правда можно уморить человека. Постойте, обратилась герцогиня к лакею, собиравшемуся уйти. Я просила принести запакованные фотографии, которые мне прислал господин Сван. Ваша светлость, пакет так велик, что вряд ли пройдет в дверь. Мы его оставили в передней. Так как же ваша светлость, принести? Нет, не приносите. Но только надо было сразу сказать. Если это такая громадина, то я спущусь в переднюю и там посмотрю. Я забыл доложить вашей светлости, что ее сиятельство графиня Моле оставила утром визитную карточку для передачи вашей светлости. В котором часу с недовольным видом спросила герцогиня. Видимо, она считала, что молодой женщине неприлично оставлять визитные карточки утром. Около десяти, ваша светлость. Принесите. Во всяком случае, Ариана, если вы считаете, что выйти замуж за Жильбера это было со стороны Мари чудачеством, то у вас странная манера излагать события, вернулся к прежней теме разговора герцог. Уж кто дал маху, так это Жильбер. Он женился на близкой родственнице бельгийского короля, присвоившего титул герцога Барабанского, который принадлежит нам. В наших жилах течет та же кровь, что и в жилах Гессенов, но только мы более древняя ветвь. О себе говорить некрасиво, сказал герцог, обращаясь ко мне, но когда мы бываем, я уже не говорю в Дармштадте, но даже в Касселе и где бы то ни было в Гессене, ландграфы всегда в высшей степени любезно уступают нам дорогу и первые места, потому что мы древняя ветвь. — Да будет вам Базен. Мэри была там у себя шефом всех полков, ее прочили за шведского короля. Подумаешь! Ах, Ариана, неужели вы не знаете, что дедушка шведского короля пахал землю в по? А ведь мы уже девятьсот лет назад стали одними из первых во всей Европе. И все-таки если бы кто-нибудь крикнул на улице «Глядите, вон шведский король», все бежали бы за ним до площади согласия, а если бы крикнули «Вон герцог германский», то для всех это имя было бы пустым звуком. Что вы хотите этим сказать? А помимо всего прочего, я не понимаю, какие у вас права на титул герцога Брабанского, раз он перешел к бельгийскому царствующему дому. «Я сто раз объяснял вам, каким образом этот титул перешел в Гессенский дом», сказал герцог. В это время мы уже шли смотреть фотографии, и я вспомнил те, которые Сван присылал мне из Комбре. Вследствие женитьбы одного из Брабанта в 1241 году на дочери последнего ландграфа Тюрингенского и Гессенского, так что скорее даже титул принца Гессенского перешел в дом Брабантов, чем титул герцога Брабанского в Гессенский дом. А еще вы должны помнить, что нашим боевым кличем был клич герцогов Брабанских, Лимбург тому, кто его завоевал. Более того, мы заменили герб Германта гербом Брабанта, и вот это, по-моему, была наша ошибка. Пример Грамонов меня не убеждает. Ну, а поскольку Лимбург был завоеван бельгийским королем, возразила герцогиня, вот потому-то наследник бельгийского престола и носит титул герцога Брабанского. Душенька, Ваше возражение не выдерживает критики, оно лишено всякого основания. Вы знаете не хуже меня, что титулы претендентов сохраняются и в том случае, когда территория занята каким-нибудь захватчиком. Так, испанский король тоже именует себя герцогом Брабанским. Это значит, что он претендует на землю, которой его род владел в менее древние времена, чем наш, но, правда, в более древние, чем род бельгийского короля. Еще испанский король именует себя герцогом Бургундским, королем Весты Ост-Индии, герцогом Миланским, а ведь он уже не владеет ни Бургундией, ни Индиями, ни Брабантом, как не владеем Брабантом ни Яни принц Гессенский. Испанский король считает себя королем Иерусалима, австрийский император тоже, а ведь ни тот, ни другой Иерусалимом не владеют. Тут герцог осекся. Ему стало неловко при мысли, что название города Иерусалим может быть неприятно Свану из-за нашумевшего дела, но сейчас же затараторил. Так можно сказать обо всем. Мы были некогда герцогами амальскими, но это герцогство на таком же законном основании отошло к французскому царствующему дому, как Жон Вилли Шеврес к дому Альберта. Мы не думаем притязать на эти титулы, равно как не притязаем на титул Маркиза де Нуар-Мутье, когда-то он принадлежал нам, а потом его по праву стал носить рот Ла-Тремуй. Но если некоторые уступки законны, то это не значит, что всякая уступка законна. Вот, например, обратился он ко мне, сын моей невестки носят титул принца Агрегенского, титул, который достался нам от Иоанны Безумной, равно как титул принца Таренского достался роду Ла-Тремуй. А Наполеон пожаловал титулом герцога Таренского одного солдата. Этот самый солдат, наверное, был храбрым воякой, но в данном случае император еще больше превысил свою власть, чем Наполеон Третий, пожаловавший титулом герцога де Мон-Маранси Перегора. Перегор хотя бы по материнской линии был Мон-Маранси, тогда как герцог Таренский стал таковым только потому, что так захотел Наполеон Первый. Ашед Эстанш, намекая на вашего дядю Конде, задал вопрос прокурору империи, не подобрал ли император титул герцога де Мон-Маранси в орвах Венсенского замка? Базен, ради Бога, я готова не только спуститься вместе с вами в Венсенские рвы, но даже съездить Тарент. Да, кстати, Шарль, милый, я как раз хотел вам об этом сказать, когда вы говорили о Святом Георгии Венецианском. Дело в том, что мы с Базеном собираемся пожить весной в Италии и в Сицилии. Если бы вы поехали с нами, вы бы нас просто осчастливили. Я уже не говорю о том, как нам приятно было бы ваше общество, но вы и столько рассказывали мне о следах нашествия норманов, о памятниках античного мира. Представляете себе, как много дало бы мне наше совместное путешествие? Ведь даже Базен, да что я говорю, Базен, Жильберы, тот извлек бы из него пользу. Я уверен, что меня заинтересовали бы даже притязания на корону Неаполя и прочая тому подобная возня, если бы вы об этом рассказали в старых романских церквах или в Нагорных Селеньицах, точь-в-точь таких, как на Примитивах. Ну, давайте же посмотрим ваши фотографии. Распакуйте их, сказала герцогиня Лакею. Ариана, только не сейчас, завтра посмотрите, взмолился герцог, уже показывавший мне знаками, что он в ужасе от громадных размеров фотографий. А мне хочется вместе с Шарлем, сказала герцогиня с улыбкой, в которой читались неестественная алчность и тонкий психологический расчет. Стремясь к тому, чтобы Сван почувствовал все ее благорасположение к нему, она так говорила об удовольствии, какой ей доставят его фотографии, как мог бы говорить больной об удовольствии, с каким он съел бы апельсин, или словно она затевала эскападу с друзьями и одновременно рассказывала своему биографу об увлечениях, которые делали честь ее вкусу. Он придет к вам специально. После того, как герцогиня вынуждена была уступить герцогу, сказал он, рассматривайте хоть три часа, если вас это так занимает, продолжал он с насмешкой в голосе. Ну, а где же вы развесите эти игрушечки? В моей комнате. Я хочу, чтобы они всегда были у меня перед глазами. Сделайте одолжение. Если они будут висеть у вас в комнате, то, вернее всего, я никогда их не увижу, сказал герцог, не подумав, что из этих его слов явствовало, что он и герцогиня не живут как муж и жена. Только, пожалуйста, осторожнее, обратилась герцогиня к слуге. Желаю, чтобы Сван оценил ее благосклонность, она проявляла необыкновенную заботу об его фотографиях. Смотрите, не помните пакет. Как мы почтительны даже к пакету, воздев руки к небу, шепнул мне герцог. Да, Сван, я ведь натура прозаическая. И меня больше всего удивляет то, что вы сумели найти этакие конвертища, где это вы его раздобыли. В магазине фотогравюр? Там часто посылают большие пакеты. Какие же они все-таки невеже надписывают герцогине германской без ее светлости. Я им прощаю с рассеянным видом молвила герцогиня. Видимо, ей вдруг пришла в голову забавная мысль, и от этой мысли на ее губах появилась легкая улыбка, но она ее тут же смахнула и обратилась к Свану. Ну, так как же, поедете вы с нами в Италию? Думаю, что не смогу, герцогиня. А вот герцогине Демон Маранси повезло, вы были с ней и в Венеции, и в Веченце. Она рассказывала, что с вами видишь то, чего без вас не увидишь, то, о чем никто никогда не говорил, что вы открыли нечто совершенно новое, даже в том, что как будто бы всем известно, что благодаря вам она оценила такие детали, мимо которых двадцать раз проходила, не замечая. Нет, вы, безусловно, относитесь к ней лучше, чем к нам. Выньте фотографии господина Свана из этого громадного конверта, приказала на слуге, загните на нем угол и передайте его от меня ее сиятельству графине Моле. Сван расхохотался. Мне все-таки хотелось бы знать, спросила герцогиня, как можно за десять месяцев предвидеть, что вы не сможете поехать. Дорогая герцогиня, я вам отвечу на ваш вопрос, раз вы этого требуете, но вы же сами видите, что я очень болен. Шарль, родной мой, вы в самом деле очень неважно выглядите, мне не нравится ваш цвет лица, но ведь я прошу вас поехать с нами не через неделю, а месяцев через десять, десять месяцев срок вполне достаточный, чтобы поправиться. Вошел лакей и доложил, что карета подана. Ну, Ариана, скорее, сказал герцог, уже топавший от нетерпения ногой, как будто он был одним из ожидавших коней. Так почему же вы не поедете в Италию, вставая, чтобы попрощаться с нами, спросила герцогиня. Потому, дорогой друг, что через несколько месяцев меня уже не будет в живых. В конце прошлого года я советовался с врачами, и они мне прямо сказали, что моя болезнь, от которой я могу умереть в любую минуту, даст мне прожить в лучшем случае месяца три-четыре, но никак не больше, улыбаясь, ответил сван, и в это время лакей распахнул перед герцогиней стеклянную входную дверь. Да ну что вы, воскликнула герцогиня, она уже направлялась к выходу, но при последних словах свана остановилась и подняла на него прекрасные голубые глаза, смотревшие грустно и вместе с тем крайне недоверчива. Впервые приходилось ей исполнять одновременно две совершенно разные обязанности, садиться в карету, чтобы ехать на званый обед, и выражать сочувствие умирающему, и она не находила в кодексе светской морали такой статьи, которая указывала бы, как ей надлежит поступить. Вот почему она, не зная, какая обязанность важнее, решила для того, чтобы исполнить первую, гораздо менее тяжелую, сделать вид, будто она не допускает горестной мысли. Она рассудила, что в данном случае наилучший способ разрешения конфликта — это его отрицание. «Вы шутите», сказала герцогиня Свану. «Ничего себе, милая шуточка», с насмешкой в голосе проговорил Сван. «Не знаю, зачем я вам об этом сказал, я никому не говорил о своей болезни». «Но ведь вы стали меня расспрашивать, да и потом я могу умереть в любой день. Однако я вас задерживаю, вы опоздаете на обед», прибавил Сван. Из вежливости он поставил себя на место герцога и герцогини, а он знал, что, когда речь идет о светских приличиях, то смерть друга отступает для них на второй план. Но вежливость герцогини, хотя и невнятно, подсказала ей, что для Свана обед, на который она собиралась ехать, не так важен, как его смерть. «Ах, да что там обед? Какое это имеет значение?» опустив голову, сказала она, идя к карете. Герцог возмутился. «Ариана, перестаньте хныкать и подпевать Свану!» крикнул он. «Вы же знаете, что у госпожи де Сент-Эверт садятся за стол равнешенько в восемь. Раз обещали, значит, надо быть вовремя. Лошади пять минут стоят у подъезда. Простите, Шарль, сказал он, обернувшись к Свану, но уже без десяти восемь. Ариана вечно опаздывает, а езды до дома тетушке Сент-Эверт. Больше пяти минут». Герцогиня, прежде чем прибавить шагу, в последний раз простилась со Сваном. «Ну, мы с вами еще об этом поговорим. Я не верю ни единому слову из того, что вы насказали о своей болезни, но мы это еще обсудим. Вас зря напугали. Приходите завтракать, когда вам угодно». Для герцогини завтрак являлся разрешением всех вопросов. Только назначьте день и час». Приподняв подол красной юбки, герцогиня ступила на подножку. Но тут герцог, увидев ее ногу, закричал не своим голосом. «Беда с вами, Ариана! О чем вы думали? Вы надели черные туфли, а платье красное. Бегите и наденьте красные туфли». «Нет, вот что обратился он к лакею. Скажите горничной, чтобы она сию секунду принесла ее светлость и красные туфли». «Друг мой, ведь мы же опаздываем», тихо сказала герцогиня. Сван, вместе со мной дожидавшийся в передней, когда карета тронется, не мог не слышать, что сказал герцог, и герцогине стало неловко. «Да нет, у нас есть время, еще только без десяти, а до парка Монсо самое больше десять минут езды, ну а в конце концов, даже если мы приедем в половине девятого, ничего, подожду, не можете же вы ехать туда в красном платье и в черных туплях, вот увидите мы еще будем не самые последние, вы же знаете, что чета сосенаж всегда является не раньше, чем без двадцати девять. Герцогиня пошла к себе в комнату. «Видали?» сказал нам герцог. «Над бедными мужьями издеваются все, кому не лень, а ведь без них тоже плохо. Если бы не я, Ариана покатила бы на обед в черных туфлях». «Я в этом беды не вижу», возразил Сван. «Я заметил, что на герцогине черные туфли, но меня это нисколько не покоробило». «Не покоробило, так не покоробило», сказал герцог. «Но все-таки, когда туфли одного цвета с платьем, то это имеет более элегантный вид. И потом можете быть уверены, как только мы бы приехали, она бы на это сама обратила внимание, и пришлось бы мне мчаться за ее туфлями. Я сел бы за стол в девять». «Ну, до свидания, братцы», сказал герцог, осторожно выталкивая нас. «Уходите, пока Ариана не вернулась. Я вовсе не хочу сказать, что ей неприятно вас видеть, напротив, ей чересчур приятно. Если она вас застанет, то опять начнет разглагольствовать, она и так устала, приедет на обед еле живая, и потом сказать по совести «Я зверски хочу есть». «Я ведь приехал сегодня утром и плохо позавтракал. Правда, бярнский соус был дьявольски вкусный. И все-таки я ничего не буду иметь против, ну, то есть ровно ничего не буду иметь против того, чтобы сесть за стол. Без пяти восемь. Ох, эти женщины, из-за нее у нас обоих разболится живот. У моей жены совсем не такое крепкое здоровье, как это принято думать». Герцогу было ничуть не стыдно говорить умирающему о своих болезнях и о болезнях жены. Состояние своего здоровья и здоровья жены волновало его больше, чем болезнь свана. Оно было для него важнее. И только потому, что он был человек воспитанный и жизнерадостный, он, вежливо выпроводив нас, когда сван был уже во дворе, зычным голосом крикнул, стоя в дверях, как кричат за кулисы со сцены. А этих чертовых докторов вы не слушайте, мало ли каких глупостей они вам наговорят. Доктора обалдуй, вы здоровы как бык, вы еще всех нас переживете. Конец книги. Москва. Май 1986 1986 года читал Илья Прудовский «Гвану 40, на 9, 6, Продолжение следует...